так для тех кто в записи смотрит это 6 часть прохождения x ком на четвертом уровне сложности и соответственно в режиме терминатор то есть без использования с его к сожалению в этом трое как выяснилось после апдейта от 3 4 марта x чем и апдейты от лонгвора я подцепил чуть позже ну в общем нет у нас модов от лонгвора увы это так если гуфность будут соответственно моды но скорее всего до 17 числа когда выйдет глобальный патч уже ничего никаких изменений не предвидится в данный момент у нас какая ситуация в прошлой игре мы трагически похоронили нашего хранил я свое альтер-эго был замечательный штурм пол сотни пришельцев на счету 16 заданий михаил мерчук штурмовик разведчик умер по моей вине тут все в общем то все события в игре происходит по вашей вине ну по вине того кто играет поэтому в общем потеряли мимо михаила но в принципе остальные бойцы молодцы прошла вот только что миссия получили мы минорные ранения из-за чертова мэка который аое задел народ ну и конечно же еще там револьвер сам грохнулся со второго этажа из-за того что подгорела стенка несущая на контейнере контейнера на котором он находился плюхнулся неудачно ногу подвернул в общем отдыхает в один день остальные тоже должны вернуться да не должны точно вернуться к следующей миссии нефанда моя вторая половина я сейчас только что увидел что она обучить слушайте вот евгения гусева главный бухгалтер гейма жена моя и она щас psy лаборатории изучает доминирование мне кажется я выбрал не тот скилл ей это не к добру сейчас опять каблуки в чате пойдут ладно не будем акцентировать на этому тем внимание как-то неудачно получилось но скилл вообще хороший в игре то есть как там берешь под контроль врага и все и как марионетка и ходишь долл блин чего женька это мучиться не могли найти другого человека такую роль капец неловко как-то по ситуации шифра пришельцев активные события сейчас и я из-за этого не могу никаким образом присоединить новые регионы но если честно опа а вот ради сплавов и кристаллов и лерея слетаем вот мне нужно дождаться когда это событие закончится и жить спокойно мы подключили ну кроме трех базовых регионов и соответственно абсолютное оружие самый на мой взгляд классный бонус от континента что у оружия есть дополнительная ячейка мы подключили еще вроде как азию до включили азию все но бонус там лаборатория лаборатории я в ближайшее время ставить не хочу единственное что хочу поставить это защиту турелек чтобы отбиваться от атаки потому что там дикой миссии вообще ждет атака на ваш ваш корабль по исследованиям кстати не заглянули не в исследовании телеское не в инженер но в инженер к принципе видно что сила оба зоны испытаний в зоне испытаний клепаться должны делается черепной бур а потом будем клепать патроны мне нужны бронебойные патроны на самом деле или 2 черепной бур даже вот надо подумать будет над этим моментом в исследовательском остеке мы ждем не дождемся 18 дней силовую броню топовую броню которая будет ресурсы 9 дней донат джиж чё опять донат не читается ёшки матрёшки голум поддержал ваш канал гору привет да 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 давай рассказывает привет сегодня я дам тебе совет так не верь специалистам из чатика а когда я могу лишь ждут твоего гуфа не верь себе в твоей голове много сомнений толкающих тебя на ошибки не верь google бабе она продажная баба сверь только гендальф он говорит правду что майкер и ушел над пас так подкрепление у нас еще одно активное событие демонстрация силы но подкрепы это ну ой кстати шифр исчез рейд за материалами еще к тому же операции пробивающий пацаны вернулись из лазарета по крайней мере трое я видел что вернулись надеюсь что все таки четверо но четвертый должен был раньше вернуться там один день и так ну что у нас отличная команда два специалиста штурмовик новенький на замену майкера которого нужно активно качать но самое главное он делает разведку два классных хэви кислотная броня плазменные гранаты револьвер который переучился из-за пистолетного снайпера в винтовышного ну потому что докачался до определенного уровня и с этого момента уже он должен выдавать больше дпс чем пистолетный ну и соответственно он более занимает такую позицию что к нему как бы уже не подобраться а так приходится подходить там по всякому на расстоянии выстрел стрелять не нужно этом разные патроны м патроны у штурмовика тут трассирующий тут зажигательные и в общем то все там скил и еще прикольные особенно у слона разлом или разрыв ему дали бонусом хейковский скилл который наносит крит с его меткостью это вообще дичь 99 процентов и все дополнительные выстрелы идут еще с бонусом и не только выстрела способности то есть если специалист по посылает квадрик свой в атаку то там не 4 а 7 а против меков 14 вот в общем крутой очень саппорт вышел псих еще тренируется в общем есть человек на замену но псих очень неопытный пусть он лучше тренируется дальше светошум 1 а я жилет поставил на реген рокки ладно хорошо титан у нас медики там ну хэвики есть хэвики а я хотел в школе офицеров сейчас денежку потратить хотя бы там 100 150 на персональные боевые модули то есть деньги сейчас уже потихонечку появляются через семь дней будет уже окончанием месяца и как следствие я соберу еще ресурсов семи регионов поэтому в партизанской школе мы возьмем наверное комплекс оружие эффект от персональных боевых систем заметно улучшается но для того чтобы понять что что значит заметно давайте посмотрим что за персональные боевые модули тут воля осталось 25 воля 23 уклонения запоминайте 2 здоровья 1 мобильность 252321 посмотрим кажется это относится именно к модулям а не к модификаторам оружия но я до воля плюс 33 плюс 31 короче плюс 8 по воле плюс единичка здоровья и плюс единичка к мобильности очень хорошо ну то есть здоровье максимум например 4 там если модуль найдете третий 1 2 3 плюс вот это тапов короче на 25 процентов приблизительно получается увеличение происходит привет михаэл играл когда-нибудь в уфо автошок нет к сожалению не играл и все таки не собираюсь но все готовы мне очень нужны модули модификаторы на оружие хорошо бы на самом деле заглянуть в на черный рынок после окончания следующего месяца для того чтобы как раз посмотреть что мы можем за разведданные взять разведданных пока 88 маловато будет но сейчас мы на миссии во-первых получим часть разведданных и кажется у меня есть что-то еще в плане исследования то ли планшет какой-то то ли еще что-то операция которая предстоит нам о да есть же шлама и все круши операция которая предстоит нам заняться она не ограничена по времени маскировка у нас маскировка у нас будет со старта поехали качественный контент всем пацаны схема проверенная есть разведчик есть хэвики есть специалисты по разным самым профилям поэтому поэтому давайте давайте действовать по проверенной схеме мы находимся аккурат по центру дороги и шаг влево шаг вправо ну конец карты вроде как и здесь и здесь приблизительно одинаковый ну то есть нет смысла особого там куда-то смещаться сильно поэтому я просто иду на встречу судьбе в поиске в поисках врагов враги не заставили себя долго ждать сразу два пака андромедон две змеи и солдат который явно не один прячется за деревом тут еще кто-то есть ну и возвышение никаких нет вот это плохо очень плохо так снайпера пожалуй выставлю подальше что тут укрытие на всех может не хватить подбегаю хэвиком а вот еще туда тут мег и этот офицер мэка в принципе можно сломать потому что он не третьего уровня он такой низ не самый продвинутый так скажем поэтому я возьму наверное титана и попробую мэка сломать вот отсюда я его буду видеть посмотрим что протокол блокировки нам скажет у меня нет бура который апает еще и квадрики не третьего левела ну посмотрим отключить то его точно смогу с вероятностью 80 плюс я думаю а вот взять под контроль и порулить 100 процентов отключение 50 на 50 временный контроль но я его в общем то с одного с одной атаки ломая если что да нет остается два хита там у него ладно подумаем еще что с этим сделать ох ну вообще бы подвести конечно хэвика еще так чтобы ну что вот так вот обойти уже могут и так то могут обойти смотрим кто куда идет вот этот пак опасный андромедон 4 армора две фазы огромное количество хп змеи-то развалится от ауи а тут офицер и мэк уходят окей можно в общем то сместиться налево влево точнее для того чтобы подальше отойти от пока который уходит вдаль и спокойнее посражаться с в общем только с левым паком повоевать смещаясь на пол хода пока гады уходят а мы куда а мэк совсем далеко ушел может быть стоит и зарядить уже сейчас правда я вряд ли докину я не докидываю гренку ближе подходить опасно с точки зрения что а давай пройдем вот так то еще здесь full cover 1 у cover 2 обратка подведем скажем вот так стана тоже проведем продолжаем смещение такое револьвером я не буду никуда уходить поставлю просто угол и начнем наверное бородок кислотную кидает стан точно овервотч тут можно кстати на сопрессо ставить что змеи скорее все гуфнуться андромедон нет либо светошум оставляем либо не лучше я оставлю тогда оставлю я хэвиком точно не факт что ты убьешь да змеи убьем змеи убьем легко потому что снайперы подстрахуют все осталось два человека заряжаем ну ясно а нет достаю достаем все я аж думал не достаю по андромедону достаю все в порядке кислотная пошла минус три армора андромедона змеи там останется хита по 3 по 4 а еще ожог сейчас будет и они до и сдохнут сразу же ну сейчас вот как начнут ходить так начнется жара снайпера я зря на угол поставил слушать а где где вообще снайпер где он где вообще снайпер с этим с общим видом то капец постреляли и я не могу собрать еще класс ну потому что андромедона не вижу змеи умрут от кислотного ожога на толку блин это просто жесть ладно у меня хоть full cover может не попадет все жесть 1 минус змея 2 минус змея а вот андромедон будет действовать да он там получше сверху очередь тонну но ой там sir bob tv раскручивается прикольно это грамотная стратегия грамотной стратегии приходите спамить ссылку на канал на другие каналы но проблема то одна канала то больше нет так что я могу сделать я могу я хочу снять у него первых овервотч мне тут и ручь хорошо бы снять вместе с тем чтобы снять овервотч еще бы хотелось снять укрытие поэтому опять же пойдет скорее всего ракеты или граната ракета лучшим что про инжу достанет не не какое по своим вы что а ракетомет не можем потому что угол такой да так работаем поехали все укрытие у него нет можем спокойно работать в первую очередь наверное все-таки снайпером с или не снайпером или не снайпером не добивает конечно лучше слоном там уже вторую фазу там пыщ пыщ да наверное сделаем так снайпер 92 обычный выстрел без меткого глаза чтобы 69 процентов как-то не хочется рисковать и так крит хорошо зашло штурмовика не будем не будем выводить из инвизом подходим добиваем с обычного просто из винтовочки 95 процентов андромедона он приходит соответственно во вторую стадию фазу становится техникой мы его можем вторым специалистом либо заблочь но я скорее всего разрывом просто буду кидать и все и добивать там кем придется еще там есть кажется один товарищ хэвик и на всякий случай штурмовик поэтому а почему я короче накосячил опять у меня же слона разрыв а что по протоколу блокировки может объем да не протоколом лучше заблочить его и расстрелять такое количество хп я тремя могу не снять даже учитывая то что он типа не под кавером стоит но зачем рисковать заблочить его можно с вероятностью процентов 80 я думаю 93 вообще отлично можно было взять под контроль с 50 на 50 но блочим так опять же надежнее два хода постреляем хоть спокойно плюс еще мы не знаем в какой момент выйдет второй пак он же вернется рано или поздно они же ходят от точки к точке скорее всего здесь я пропускаю ход просто отключен бедолага вот двумя спицами хорошо один отключает другой пробует ломать например попробуем так сделать они нельзя так сделать ладно разрыв тогда вот обожаю этот скилл как бы сразу тебе топ дэмэдж вылетает это что сверху будет накидано но тоже будет с бонусом револьвера продолжаем качать у него есть еще одно звание которое обязательно нужно получить чтобы серию получить и полагаю надо смещаться постепенно в сторону следующего пока слышим слышим как топают есть у нас халявная разведка вот мне было значительно бы проще проходить первый раз даже с сейвами ну первое же прохождение было не на аренмене если бы все таки я освоил основы маскировки у штурмовиков да у тебя там человек выпадает из сразу два пака мы видим там что ну и либо это 4 но судя по тому как они стоят там скорее всего два пака просто из 2 мы тоже видим только небольшой кусочек так подходим так чтобы overwatch так снайпером перезарядиться к не забыл там правда свободная перезарядка но тем менее при заряжаться то надо отходим over все-таки снайпером я сюда перейду потому что может мешать могут мешать вагоны вижу ну так а титан куда отсюда тоже не видно да и по пути тоже не спалят отлично то есть плюс этой темы еще когда у тебя один замаскирован а другие типа все видны в том что ты можешь ловить людей на подходе вот они идут они не видят скрытого товарища но как только дойдут до рейнджа чуваков которые на уверен они получают плюху причем они не просто получают плюху они получают плюху на свой ход и это тоже как бы круто вот сейчас типа пули цыпак а у нас четыре человека еще осталось на уверене что пострелять должны еще я надеялся что не постреляют но хрен из 2 слишком далеко были тут точно углом закрываем 1 светошумом бы я еще гасанул гасанул бы гасанул вопрос только от кого этот светошум брать взрывать не хочу лучше фланговать в общем пацанов но опасен конечно архонт в первую очередь флангуем посмотрим как полетит светошумовая граната кого заденет кого нет ой 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 а вот это косяк это серьезный косяк ребят так вот теперь не торопись фух так что по светошуму там архонт 2 все кто это ладно то есть надо закрывать светошумом этих а этого как-то сопресить не сопресить или убивать его и весь огонь средотачивать именно на нем тут я еще с фланга блин подставляюсь нужен какой-то угол толковый нет угол толковый не нужен просто сектор стрелять не будет архонта я обязан убивать потому что там ближе более привлекательные цели есть так светошум закрывает скажите что 4 их пожалуйста вижу пока максим только трое троих не от четверых можно вот так вот закрываем четверых да 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 это раз 4 дезориентации всеверным скорее всего дальше нужно пытаться поставить братком метку и сконцентрировать огонь на правом архонте да он самый опасный тот может даже сапресс на него сразу кинуть учитывая то что а сколько мне вариантов побить его тут скорее всего илюха для страховки тут пока пасует да я его не убиваю скорее всего не убиваю поэтому я делаю на него сапресс но метку ставлю все равно как бы этот вообще штурмовиком надо действовать тоже потому что он и так спалился может быть даже гренку кинуть да в тех троих чтобы следующий ход был проще они пока стоят под гренкой но я лут разрушу хочу под full cover зайти на full cover здесь не дают а вот так можно под full cover отлично так а если все таки мне не нравится вероятность у хэвика брюс не очень метки в принципе почему бы хорошо пострелять ау е но я и груз задеваю как вы видите если кто это не задеваю может быть ему имеет смысл вообще сопрессить левого архонта еще было уже не актуально ну либо кидать типа гренку сюда но это опять же повторюсь минус лут мне надо стрелять по архонту 62 да вот я на наполил блин давай так вероятность выше плюс он ближе всего к флангу на беда ну и люху я кидаю и люха должен быть там чтобы вы видела только двое двое вот сектоид и архонт то есть где-то вообще вот здесь кидаем иллюзию нашу маяк имитатор и с богом сектоида выкидываем отсюда он скорее всего по иллюзии будет стрелять архонт под сапрессом другой архонт под под светошумовой он летит стреляют по хэвику смысле получает от хэвика промах не не от хэвика это кажется был вообще стоп 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 аккуратненько да как фулл кавер пробил и кританул это капец ну револьвер да револьвер же отстреливает всех вот сейчас так не повезло архонт попал невероятным образом надо было иллюзию дальше ставить еще револьвер отстреливает но он да он молодец по дпс он не убьет этого дай бог там попасть блин уже серьезное ранение причем хорошо что он по хэвику стрелял там два армора хотя бы было и хп от столько что илюха стоит отлично значит еще сиктоид постреляет по нему да попал скотина попал впав под под фулл кавером а сколько у архона точность кто знает там у кого вики под рукой какая там 80 90 у него чтобы понимать вообще как как с ним работать так но здесь напрашивается ау я все-таки потому что потому что нет времени объяснять короче кидаем гренку пофиг на лут надо взрывать эту хрень машины взрываются сейчас еще урона им добавится минус 2 солдатам снайпер отдыхает а мне нет больше светошума я должен использовать один сапресс и вырубать архона у архона 75 75 архон и 0 на крит но извините когда он как он тогда попал он попал пять процентов получается но я стою под фулл кавером с ракет он по светошума минус 30 у него 0 процент вообще как как это вообще как он попал на мне метки не было мне кажется это какой-то меня снесли кажется укрытие каким-то образом смотрите я без укрытия стою и поэтому он и критонул он же сланга стрелял а кто мне кавер сбил тогда такой вопрос проще всего конечно убить левого архонта потому что там штурмовик стоит и у него жизни поменьше соответственно сапрессе нужно право и я пожалуй начну именно с сапресса правого архонта и за загоню хэвика под кавер укрытие ты взорвала свои гранаты странно но факт капец обожаю x чем все можно рассчитать только тогда метки не будет если ты сопрессишь а ты должен сопрессить не факт тут можно и убить если взорвать не машина не взорвется ты пофиг на машину архон все равно бы не задел тут только пистолет тут у разрыва перезарядка давай подавление окей нет блин не окей думай какая вероятность попадания 72 хреново но подойди ближе сам подойди блин сейчас поле еще один пак подойдешь тогда метку ставь тогда сопресс не будет но что я могу сделать шизофреник чертов ладно сапресс пошел зря надо было просто револьвером отступить его могут флэн гануть шестьдесят восемь капец сейчас меня наваляют архонты так у него страж овервотч протокол скорее всего надо юзать и протокол надо юзать на хэвика который стоит черт знает как в общем я даже если попаду не убью то есть я должен либо подходить штурмовиком для увеличения вероятности крита до максимума просто но я рискую исполнить пак давай так надо было левее подойти подойти не использовал слава богу 88 40 ну давай если критонет то нормально да ты попади ты 88 то хотя бы скотина ты ой ой понеслась вот это первая миссия ее мое это гэгэшечка может ты взлетишь друг обилку какую-нибудь свою полезную ауешную миссару бачка да толк ну у штурмовика на самом деле там реген еще есть главное чтобы он имя штурмовика бил плавящий период лично это хорошо но это мне даст один ход надо свалить отсюда будет только что-то вообще никто не попадает капец ну сектоид занимается общественно полезным делом поднимая зомбарей я полагаю чемпион а нет хотел поконтролить так сейчас перья будет лететь надо менять позицию верхнего конечно лучше всего добить и проще всего добить и я пожалуй отойду вот так хэвиком поставлю метку на верхнего для начала потому что как бы по нему хотя нет по нему все равно как бы можно попасть вроде штрафа такого нет по нему в принципе сложно попасть из-за минус 25 а по возвышению вроде говорят что нет такой большой разницы разрыв скорее всего будет по плотному товарищу да здесь мы уходим возможно даже попробуем свободу не свободу нет просто перезаряд нужно рокет кидать куда-то сюда менять позицию отсюда ты будешь всех видеть кроме секторе на секторе да забей а что по точности по верхнему 67 67 или гарантированная четверочка ну давай для начала тогда гренку сюда гренку сюда точно потому что как раз гренку закинем или рокет закинем наверх мы же можем наверх рокет закинуть не в этой игре закрываем ракетой да гранаты точнее у гранаты ау я больше конечно хочется револьвером просто взять добить человека но я подставлюсь под ранее точно разрыв на этого ирокет типа его добивает вопрос попадет ли титан в этого даже если он попадет не убьет в любом случае нужно добивать а добивать можно револьвером револьвера урон из пистолета 3-4 да нет 4-5 так тогда получается все сходится и титаном вместо выстрела и аркады делаю протокол нападение снимаете 4 хита револьвером отступаю таким образом чтобы с пистолета его все таки шибануть избегаю ау ем стреляя из пистолетов по верхнему на 72 процента но надо попадать револьверу никак иначе красавчики ёппер сфт что же такое то и вот сейчас думаю блин кого убивать даже наверно лучше мочить протоколом верхнего а штурмовика подставлять под архонта да потому что как бы лучше их один мертвые плотный чем два живых но побитых а у него пять хитов вот это и отдал стране угля 80 попадем там 5 хитов твою шметь 80 слава тебе господи хоть что-то сделали нормально так ну штурмовик должен брать весь огонь на себя то есть подходить просто и говорить здрасьте и убивать после этого он без укрытия он просто подходит и в лицо критонит кританул на не добил там буквально пару хитов осталось да так и есть живая скотина огонь еще единичкой и было кислота ой ой сейчас не дай бог она творит на делов забомбил мясорубочка не скотина ты что же все важите то а ну тогда можно тогда справедливо сектор я думаю покажет час как поднимать зомби учитесь пацаны капец такая такое начало просто такая миссия первое чувство сегодня с трансляции будет вообще дикая по рандомчику ладно сейчас будем лечиться перезаряжаться револьвер револьвер выстрел из винтовочки по пара папа папа архонту я пархонта лучше пусть штурмовик добивает это его война это его архон 11 хитов я уже думал один хит пробью я пожалуй зомбаря для экспы револьвера и как-нибудь сектоида с того же самого протокола зомбарь минус револьвер попадает о боже так а я отсюда кстати о фланганом и горюкин молодец витаминов много ест жаль ну значит слон он красавчик сто процентов точность в этом модификатор на пушку кажется патроны еще он он классный перезаряжаемся у верующимся помним про мэка про офицера сейчас да не арили все нормально у тебя перезаряжайся отступили маскировочкам перезарядка револьвером перезарядочка брюсом тут тоже перезарядочка есть подходим потихоньку и лечим титаном не забывай перезаряжаться перед выстрелами с ним куда не идешь да я все равно буду забывать тут два хила я потрачу потому что у него же еще модуль на этот на хп или строечка то есть это самый вообще плотный человек который у меня был и остался есть пока мэг выходит да мэг выходит плюс офицер там снайпер на овере и кажется пара овервочи все-таки есть ловит офицер овервоч ну револьверовский скорее всего сейчас прилетит на восьмерочку револьвер давай 4 прилетела это не от револьвера а в час от револьвера из окна скорее сюда ну по выстрелу узнаем как бы сразу же что это бах нет это херик в общем револьвер как обычно либо не стреляет либо мажет по умолчанию я маскировочку чисто для того чтобы оставить вижу но при этом а давай угол давай угол тут отступаем тут чуть-чуть подходим хреново все может закинем грянку туда ну чё снимет саскаться реально еще ждать там чего-то забей сносим стенки смотрим кого можем там хотя ты хакнуть вряд ли сможешь но глупость сейчас делаешь я понимаю поехали стенку сняли 5 урона одного донесли видим одного разрыв тратить не хочется просто офицера убиваем получается да тогда готова никто никого не видит они протокол блокировки можно даже если ты не видишь протокол блокировки и займ выключаем на два хода и все ок это титан 2 мэка отключат стопроцентной вероятностью привет крисолит на льду тебя кстати еще в игре не было переименую нового штурмом майкера тут здесь хотя можно конечно но да наверно стоит я все равно никак не называю или бобром его сделаем так кому там нужен нужна экспо а еще кто-то есть кто-то еще есть револьвер на револьвер пасует я не вижу ни черта далеко от мэка нахожусь сейчас может дадут мне разрыв и знать не дадут вот давай тогда протоколе револьвер из пистолета не не достанет ну никак просто как я люблю эту систему которая указывает куда бежать прыгает с клетки на клетку иногда брюсу даем фраг если он 72 попадет а то в прошлый раз молодец попал и разорвал ох лава лапу брюс отлично туховики нужны хорошие одного и также слил маскировки проходим дальше тут овервотч тут овервотч тут хилку еще одно я хотел на братка закинуть работаем но я вот не знаю сколько браток отдыхать с такого ранения будет это же дичь у него сняли 10 хитов где-то кажется солдат остался то есть по потому как топают там солдат до мэка 23 солдата как светошума у меня нет я бы дождался когда откатятся скиллы у снайпером потому что угол очень хорошо может зарешать ему нужен нужно чтобы не три патрона было шесть патронов тогда будет другой разговор а пока это так она подходим раз что еще раз кофе да с удовольствием подходим 2 без овервотчи но все равно не хочу инициировать пока что они к нам идут тут три обычных и мэг третьего поколения еще бы один ход подождать снайпера нашего но кажется если они продолжат движение в данном направлении нет подождем не хочу ближе подходить что заметили что и не заметили что-то один там застрял у них так кто стрелял игорь андреевич решил пострелять неконтролируемый сейчас замес происходит с лопочные выстрелы мы сейчас прилетит его нормально ладно все равно на и ход как бы еще овервочи я вижу на битого солдатом и кажется это все-таки револьверу час вот бах такой прилетит бах одиночный бах нет это не он ревайер не стреляют общим зачем мы его взяли куда почему и разок он выстрелил на самом деле ой какая вероятность невероятная тут угол явным да на два выстрела угол это прям топич а чё он еще сделает у тебя у него же свободная перезарядка закончилась он на урочи все-таки выстрелил только непонятно куда она хотя бы два выстрела сделает это хорошо светошумов нет взрывать не хочется ломать мека обязательно он тот самый опасный из этих барсуков поэтому посмотрим какая у нас вероятность отключить майка на два хода нет этот не нужен конечно не буду на конференции 83 хорошая вероятность но для начала протокол помощи надо будет будет сделать руки еще может ворваться как минимум 1 убивает но мы не знаем что этот пак последний поэтому лучший разведчик не так бездумно не отдавать ну что ракету все-таки сюда зарядить или сопреснуть сопресс вообще хорошо подходит сопресс от двух эвиков и как бы все уже нет да мне нравится эта идея только надо за укрытие встать а ты уже стоишь за укрытием красавчик че сопрессим этого упыря пробую сначала сломать потому что если не получится сломать одним специалистом может придется ну стоит сломать попробовать другим специалистом а протокол помощи да забеет если ты сломаешь что как бы не нужно будет молодец да можно было под контроль но вероятность хреново и бла-бла-бла мне бы его убивать было значительно сложнее мэк отключили слон слон может пострелять по этому солдату без проблем стреляет попадает он вообще кажется самый точно даже точнее револьвера тут должны сопрессить второго солдата только непонятно как я его вообще увижу я мое что он же discover уходить не хочется если отсюда вот отсюда хорошо то есть он может конечно обойти но я уже и так раненые и так отлить отличился и он со своей пушкой не сможет нанести мне урона слушать у нас же у нас же все равно штурм палится спалимся красиво тогда о лут 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 отлично штурм палился в следующий ход он за полу укрытием на нем уже зону о доп действия ухо все прекрасно было видно критонул еще съездил защиту от взлома вот вот надо м патроны перед взломом пытаться юзать это абсолютно точно все мэк отключен у этого колоссальный штраф по точности ну и удачи ему в общем то он по хэвику нижнему стреляет наивный там full cover даже если попадет здравствуй хакер о промах это ему револьвер там ответил обороны корабля не было я вот хочу построить все таки туриточки успеть до обороны корабля потому что в любой момент может прилететь господи что за точность револьвера я офигею дорогая редакция ну как так так на этого протоколом мочим это продолжаем сопрессить стреляем из винтовочки уже после того как голографическая метка появилась конечно да это надо ему прицел поставить нормальный блин а то он ведь так и будет мазать всю жизнь отсюда сможем протоколом атаки мочкануть тяжелого мэка слон хорош жду ап у него последний и хочу моды навесить на него хорошие он прям тот самый перспективный брюс пытается пробить 57 ну просто стреляем и стреляем стреляем и стреляем штурмовик там глядишь штурмовик залутым извините вот первичин о есть подвижность магазин как раз для снайпера расширенный магазин и повторитель ну повторитель это просто повторитель негра и краткоствол это не true а негра и снайпер винтовка это фейл ну понятно давайте стрелять потихонечку 70 процентов ты уверен что дпс от снайпера с ружьем лучшим я просто наоборот взял под конец снайпера с пистолетом но я проверял и то и другое в общем то на паре тройки даже снайперов и да если у тебя винтовки 6 выстрелов то ты благодаря углу наносишь столько урона сколько ты из пистолета в принципе не можешь никак ну конечно если ты играешь там без ну сейвами тебе пофиг ты вбегаешь 15 врагов и начинаешь там 1 2 3 4 так по списку но чем дальше концу игры тем ты начинаешь серьезнее ценить своих пацанов вот и снайпер учитывая то что не там ни армора ни черта у него нет он должен вообще стоять в таком безопасном месте как по мне и при этом он наносит еще урона так правда на него приходится работать то есть ты должен во многом действуя другими членами команды них хотелось бы сейчас вот на забейте это хрень а не граната короче все остальные члены команды должны учитывать где находится снайпер то есть он такой человек который позиция которого очень важно и то как люди там укрытие сносят стеночки ему там убирают или врагов собирают под нужный рейндж это да ёшки матрёшки что некому убить что ли не верю я мое надеюсь это последний я уж хочу домой и лечиться молчать скотина пока это уже четвертый или пятый пак народу убили человек 14 на вскидку да это последний был в конце игры полковников можно покупать за 200 ресурсов нечего их ценить а вот тебе во первых не дадут пару перков которые хотим могут дать перки которые дают в школе до до патроны и работает на пистолет естественно и яд и поджигание это один из главных аргументов почему как бы пистолетный снайпер такой клёвый серьезное ранение у бриуса левелап галографическая тоже так расширенный магазин на единичку повторитель базовый тоже уклонение но зато мы получили материалов 160 сплавов и лерия разведданные будут нет разведданных у братка стресс насколько лечиться будет 18 дней короче я без одного гренадера там есть тейка на замене главное чтоб титан вернулся красавчик конечно и пока не забыл я попробую револьверу все таки у него и меткость не топовая размер магазин увеличиваю уклонение воли ему тоже не нужны уклонение нужны штурмовику в первую очередь роки браун а у него есть вообще модуля мобильность него есть ух ты у меня авто заряжение плюс 3 есть авто заряжение не конфликтует с слушайте не конфликтует с размером магазина револьверу тогда это круто будет 6 плюс 3 перезарядки так ладно у нас там день денежка появилась до 330 я по отсекам хотел посмотреть что у нас там по можно апнуть реле питания или станцию связи тут только гремлина освободиться тут везде гремлина работает уже пофиг если апать то реле питания шестерка и лирии материалы да давай я хочу побыстрее инжа убрать отсюда быстрее раскопать сделать ту реточке защиту потому что базу я не вытащу без дополнительных тем пси лабы сколько апнуть стоит капец идите вы нафиг со своим 225 по партизанской школе я скорее всего возьму саппортом специалистом точнее от точности криты специалист абсолютно спокойствие меткости возможность крита у них там у слона точность отличную титана тоже все неплохо здесь что разведданные хорошо но я собираю же сейчас что разведданные наверное даже важнее в данный момент потому что месяц заканчивается я бы на черный рынок слетал и купил бы модули крисолита вроде ваш пойдут вот следующий месяц уже должны идти ресурсом так капрал сакура накамура и доктор один ждет плюс опа будем раскрывать шифрование до броня а по разведданным я от вайпера хорошо материал рядышком аватар снова на максимуме я могу штурмануть следующий вот контакт установлю штурману еще могу объект открыть при но в общем на грани сейчас уже женька продолжает свое обучение как пси сначала огонь души возьму безумие если контроль хороший не пользуется особой популярностью у психов о черепной бур готов один так черепной бур нужно специалисту одному отдавать желательно человеку которого больше всего навык взлома это титан взлом с 95 плюс 20 с черепным он будет где или он не дает бонус к взлому а я почему-то думал что он дает или этот потом появится какая-то штука после захвата который дает бонус к взлому надо загрейдить бур говорят ясно да проапгрейдить надо его в зоне испытаний скорее всего нет зоне испытаний а вот проникновение в череп материалов 125 жалко но быстро да надо сколько там осталось стана дней два дня братка точно не будет следующей миссии тут как бы 15 дней ну и как мы нет есть разведданные собрали окей я сначала вернусь в на черный рынок посмотрю может что-то можно за 30 за 30 . купить если можно за 30 . персональный модуль или апгрейд на оружие берем труб сектоида газовая бомба и подвижность труб сектоида сбагриваем ох по десяточке хорошо пошло газовая бомба тоже не пользуется популярностью подвижность оставим что можно купить из ультра восприятие улучшенный лазерный прицел вот я путаю лазерный прицел лазерный прицел вроде как на крит 15 процентов крита давить а ультра восприятие это судя по всему меткость которая мне очень нужна снайперу беру за ракет ультра восприятие лазерный прицел не нужен до лазерный прицел горит крит а тут торгов с оружием сплавы и эллирий не дособирал там буквально несколько часов это раз разведданным беда сплавы кристаллы окей а я не подключу регион то новый из-за цисте разведданных помайнить может быть их чтоб нет не туда ладно возьмем материал сначала что это такое сушки я не хотел возвращаемся в штаб сейчас попробуем дособирать разведданных до восьмидесятки рейнджер можно взять сканируем до 80 очки ну дайте есть стоп и летим собираем ресурсы подключаем регион надо не забыть час модуль засунуть снайперу там точность прям вот очень нужно а у меня террор так ног сейчас на последние деньги специалистов грейдануть говорят про то что буром захватывай но я просто лесом посылаю сейчас этот захват бура я помню что происходит после этого плюс 21 меткость вот это да вот это 21 господи это такой топич 120 меткость теперь револьвер на овервочах мазать не будет вообще если человек конечно нет защиты типа какому-то на минус 10 архонта там 25 еще у кого-то или если там не будет короче красавчик очень хороший баф очень хорошо я потратил эти разведданные у револьвера патроны зажигательные может ему дать что-нибудь такое зажигательные просто блочат способности почему их поставил а способности на данной стадии они опаснее чем стандартные действия против крисолидов кстати надо наверно газовые ставить уроки переменой ну давайте будем делать из роки майкера хотя это сложно сделать конечно там перекрашивать о 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 О, один в один Не раз, не так, конечно О, один в один Готов Итак Ты у нас вышла, да, на тропу войны Модификаторы фиговые Кому-то можно поставить персональный боевой А Брюса можно поставить персональный боевой Я до сих пор не понимаю, почему я Брюса взял вместо того Тей, ты более опытный Давайте Тей возьмем Ой Ну, сейчас мы берем и Брюса, и Тей, соответственно Потому что, как бы, братка нет Но, в принципе, надо брать Тей Экзоскелет Кислоточку У меня даже улучшение оружия Плюс два размер магазина был Эх, надо было снайперу ставить, конечно, его Ну, у снайпера сейчас другая совсем история Он перезаряжается Плюс один патрон у него есть Нужно плюс три Светошумовая одна Хил Есть Гренка, гренка Нет Я же апгрейд не взял Хотел же взять в школе офицеров Апгрейд Для специалистов Абсолютное спокойствие Дает плюс десять меткости Возможности критического урона В режиме наблюдения И при ответных выстрелов То есть у них у обоих перк на овервотч То есть даже если не походили Но не сделали овервотч У них все равно овервотч У них точность хорошая И, как бы, беру Хотя можно было, конечно, взять Снайперовские Но он только один Но тут крит и точность еще десяточка Ну, надо, наверное, в следующем брать У меня патроны урева и слона Почему? У ревы патроны По понятным причинам У слона тоже патроны По понятным причинам И у штурмовика тоже патрон С умыслом У слона патрон Потому что у него разлом У ревы патрон Потому что много целей И он их дебафает По способностям У штурмовика Потому что к мекам Относится хорошо Если что, подходит И бдэч-бдэч пробивает Он близко, в принципе, находится Ликвидируйте все силы Спасите как минимум Шесть гражданских Ой, ребята, это террор Террор всегда непрост Помним про то, что у нас есть скан Который надо будет юзнуть В группе мирных И при подозрении Когда будут враги Но у нас же есть разведчик В конце концов Маскировочка, все дела Опа, и сразу мирное Очень хорошо Появилась новая задача Типа Применить черепной бур К офицеру Опа А тут для снайпера Сразу возвышение И учитывая то, что Да-да-да-да-да Вот давайте я сразу, чтобы Все было вообще хорошо Прыгаю наверх Это не тратит ход Но я зато сразу получаю И к точности И вижена побольше становится Двигаемся Двигаемся Особенно на первый ход Максимально 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 Цель спасения мирных Вижу пак Пак Мэг И один упырь Причем они агрятся сразу Мэг третьего уровня Я предлагаю Инициировать Сразу протоколом Блокировки Угол делать не хочу Так давай протоколом Нет Ты спрячься сначала Потом инициируй Сколько влезет Причем тебе еще хорошо Будет продвинуться Вперед немножко Ой, спунил пак Продвинулся немножко Крисолиды Ёпереситем Тут плохо Так Правых не пулем Отступаем от правых Закидываем туда Две грянки Даже наверное Ракету плюс грянку Чтобы побольше урона Зашло Давай Блин, капец 4-7 А тут 5-6 Еще одну ракету Кидаем Может быть даже Сейчас револьвером Два выстрела С пистолета Сделаем Чтобы в рамках Текущего хода Не тратя Никакие там Штуки Добить Двух крисолидов Сто процентной вероятностью Это раз Да, конечно Не тратят Ты же не пистолетный снайпер У тебя нет перка Что Так, ну хорошо Тут 90-86 Тут 90-86 Знаете, я бы два протокола юзнул Вообще Что вообще не... Ну хотя 1-99 Окей А другой протокол Ну потому что Если я сейчас бы не добил Мне пришлось бы штурмовиком Как-то выскакивать И крисолиды добивать Да, 86 я определенно Не буду стрелять А вот протокол Нападе не добью Ладно, от пака крисолидов Избавились Дальний пак пока не спулили Но это был опасным Сам себе проблем создал Еще крисолиды Справа наверху Да-да-да, копаются Достаточно далеко Офицер адвента Ну эти гады Сейчас справа будут Эти убивать Моих пацанов Они же никого не видят Да, мирные Не, меня спалили Как? Да нет, там не было фланга Вы что? Овервотч отлично Ну это идеально Они и мирных не убили И... Хорошо Значит Что я делаю? Ломать или сразу убивать? Не, сломать-то ты его можешь Но времени не стоит тратить Я думаю, надо Просто сразу же брать И протоколом нападения Его Убивать Это раз Сбиваем овервотч Делаем разведку дальше Этого мирного спасаем Куда-то дальше бежим Так Наблюдение отменено Хорошо Проходим сюда Спасли мирного Так Думать надо Там может дальше Еще пройти Тут снайпер С вероятностью 99 Пока не стоит Пока не стоит Стоит ли тратить Еще один протокол Скорее всего да В данный момент Это Наиболее простой способ Такого плотного мека Быстро убить Соответственно Снайпер его Скорее всего добьет Хэвиком Хэвиком Игорем Уткиным Скорее всего Надо подходить И ставить метку На На солдатам Там фулл кавер Или Гренку не пожалеет Если достанем Тогда у нас и Да Я вот так лучше сделаю И меку убьем И Экспабрис Кстати не нужна И мека убьем И укрытие у того Снимем Да только мека не убили Один несчастный хит Но это даже лучше Потому что я хотел бы Все таки А сколько осталось людей Людей осталось трое Давай мека тогда добьем Револьвером Тоже экспо нужно Хорошо Тей подходит Что поточнее Ну и поближе Стреляет По элитному солдату Молодец Ну и еще был На страховке Наш Замечательный Штурмовик Я им пойду На разведку Там мирный И надо спасать Как Промах Сходил на разведку Крисолит с фланга Увидел Короче Это бред Просто Пошел Я попал И еще один Крисолит там И еще один Крисолит там И рядом еще Пак какой-то А ну это Офицер Блин Сейчас так Штурмовик Получит Но у него Армор есть И лечение есть И мясорубка есть А этот На мирного Хорошо Блин Жесть какая Там уже Кокон Так Отсюда надо валить Надо ставить Точно угол Сюда Револьвером Там такой Сейчас Экшен Пойдет Черт Возьми Что делать Может Сканчики Узнуть Сейчас Мне только Безликих Не хватало Просто Понимаете Надо Сканчик И спасать Мирных Отступать Отстреливать Все что Там Все что Можно Начать Лучше Со скана Все таким Авось Достану Достану Точно До ближайших Трех Мирных И Скорее Всего Достану До Парочки Тройки Сиктоидов Мне хотя бы Увидеть В каких Местах Они там Находятся Вот Раз Два Мирный О Вот Безликий Пожалуйста Ой Хорошо Хорошая Идея Пришла С протоколом Сканирования Очень Хорошая Прям Вовремя И Прям Под Снайпером Ну Что Делать Оттуда Штурмовиком Валить Накрывать Это Все Дело Гренками Сносить Армор Возможно Ставить Илюху Ну да Брукс У нас Не докидывает Гренку Но Я думаю Надо Подходить Людям С армором Потому 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 Блин Брюс Хреново Ой А ты Это Жалко Но у нее Хотя Армора Больше Не Надо Подходить И кидать Гренки Хэвик Это единственный Кто сейчас Может адекватно Встретить Крисолидов Даже не Штурмовик А именно Хэвик Вот Вот Хорошо Сейчас Зайдет По крайней Мере По двоим Попаду И облегчу Задачи Снайперу Ну По троим Но третий Не считается Так Это Чушь Это Чушь Блин Ну Шестьдесят Шестьдесят Один Нет Давай Давай Хорошо Тогда Снайпер Точно Добьет Его Я думаю Надо больше Овервотчей Или даже Илью Сейчас поставить Сейчас очень Опасный момент Потому что Отравления могут быть А Илюха Это тот парень Который Берет на себя Удар Это лучше Чем Овервотч Одного сапа Пусть и даже С бонусами Которые у нас есть С богом Сейчас Револьвер Должен Отстреливаться Возможно Я зря Мирных Там оставил Нарежет Просто А как Крисолит Уже Рядом Со специалистами У меня Его Илюха Неинтересно Огонь 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 Он не сможет Действовать У него Способности Неактивно Будет Насколько Я знаю Револьвер Ох Как они так Револьвер Постфактум Атакует Но промах Там еще один Так что Норм А Илюха Вообще Никому не нужен Из крисолидов Вообще Мирные Продолжали Гибнуть Нельзя терять Этот регион Ну хотя можно Но вообще Не хочется Где овервочи Давай 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 Но это Револьвер Снимет Предположим Хорошо Опа Куда он пошел Что это такое То есть Он сначала Проскользил Вплотную К этому По нему Выстрел Револьвер Потом он Вернулся Назад Получил Овервоч И пошел Второй раз Атаковать Илюху Что Как они Могли Подойти Они ходят Сейчас два раза Один раз Они ударили По специалисту И по Хэвику Револьвером Сделал ответные Выстрелы Потом они Стелепортировались И ударили Илью Ну короче Трэш Угар И Содомия Они вышку Взломали На возвращении Очков Понятно Вообще Плевать На себя Реген Есть Справимся Но меня Мирный Беспокоит Сейчас Больше Сейчас Их там Заражают Кристалиды Плодятся Да Два Хитари Генем Тут Есть Свободная Перезарядка А сколько Это Мирных Осталось Очень Мало Два Человека И я ГГ То есть Типа Надо Подходить А из этой штуки Вылупляются Кристалиды Мелкие Получаются Да Я хочу Штурмовика Сюда Подвезти Чтобы он Мясорубочкой Всех Покоцал И безликого Тоже На него Смысла Точно Тратить Нет Ударом Подвожу Сюда Штурмовика Стреляю Пока Даже Не стреляю Ни по кому Ну Мясорубку Не зря Взяли Тей Идет А Еще Четырех Двое Спасено Так Ну Может Тогда Сразу Побежим Спасать Следующих Или Лучше Агрить На себя Крисолидов Новых Я думаю Надо Агрить На себя Идем Вперед Как-то Не агриться Что ли Ладно Здесь Допустим Рокки Убивает Вот Этого Гарантированно Хотя Неизвестно Зачем Не Убивает Гарантированно Да Также Убивает Двоих Которые Полезут Или Будет Проходить Мимо Него По Удару Тык Тык Я Подхожу Пока Хэвиками На пол Хода Чтобы Все-таки Может Увидеть Что-то Больше Чем Этот Кокон Чертов Ну Как-то Не удается Пока Есть Светошум Может Мы Сагрим Вот Эту Штуку Вообще Имеет Смысл Убивать Она Вроде Со Временем Проходит После То Как Наплодит Н Количество Крысолидов Я могу Ее В общем-то Разломом Плюс Выстрел Снайпера Неплохо Подамеджить Слон Не зря У меня Тут Такой Клевый Да Так и Сделаем Потому Что Не знаю Сколько Как Она Работает И Лучше Разрывом До Трех Вылазит Тогда Убьем 12 Крит Сейчас Снайпер Добавит Скорее всего С метким Глазом Там Дичь Должна Получиться Если бы Он Видел Куда Идти В смысле Если бы Он Видел Эту Штуку Убьем Хэвики Добавляют Учитывая То Что Там Бонус Плюс Трим Урон Девяточка И Сейчас Еще Теюшка Должна Добавить Да Но Не Убьет Неужели Снимать Револьвер И Пытаться Из Из Пистолета Добить Вроде Больше Никто Не Сможет Или Там Саппорт Нехоженный Есть Саппорт Нехоженный Отлично Саппорт Поможет Я Уже Как бы Смирился Что Правые Типа Не Должны Никаким Макаром Выжить Не факт Конечно Что Это Так Может Быть Имеет Смысл Сейчас Подрезать Наиболее Опасного Например Крисолида Вдруг Он Побежит Не На штурмовика А Побежит Стрелял Из винтовки Вроде Из пистолета Доставал Можно Было Перезарядиться О Смерть С небес Еще И Типа Я Перезарядиться Могу У меня Свободные Перезарядки Еще Есть Поэтому Смысла Овер Воч Лучше Поставлю Да Там Крисолит До Мирного Домогается Кто-то Наверх Побежал Выкопался Крисолит Промахнись Ой Стелепортировался Хорошо Потому Что Того Офицер Режим до этих двухмирных Возможно Это кстати Безликий Раз он Давай 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 Не пробегайте Как говорится Мимо Главное Пятерку Главное Попасть Хорош Калькулейте Блин Еще ХП Отрегенится У него Должны Так Ну теперь Срочно Мирных Спасаем Это Раз Тут Свободная Перезарядка Ок Тут Возможно Даже Сразу Бежать Придется И Спасать Еще Одного Вот Наверх Точно Надо Бежать Да Спулили Отлично Пак Достаточно Простой Офицер Плюс Солдат Плюс Есть Светошум И Револьвер С позиции Должен Кого-то Мочкануть Я вижу Что Револьвер Видит Опасен Конечно В первую Очередь Офицер Точность Не очень Хорошая А Ну вот Пожалуйста Я Меточку Наверное Повешу Не Зачем Меточку Они Оба Под Ковер Давай Сеть Доброе Вечное Убираем Укрытие Дэмажем Всех Их Нужно Обязательно Убивать Потому что Они С фланга Меня Еще Обошли А так У них Укрытия Нет Я Сделаю Пожалуй Выстрел И Один Пропал Из Поля Зрения Револьвер Такое Бывает Метким Глазом Добиваем После Этого Перезарядимся Ладно Хорош Остается Обычный На 6 Хитов Можно Этого Мирного Типа Спасти Ну Я Не знаю А Давай Тэюшкой Тогда 80 Этого Добьем Все Равно Пол Хода Вот В результате Мы Типа Еще Несколько Мирных Спасли Там Правда А Давайте Штурмовиком Пробегу Дальше Чем Тэй Потому Что У нее Мясорубка И Если Крисолит У него Побежит Он Как Б Может Что Против Поставить Ему Хотя Клинок У меня Базовый Спасли Еще Одного Мирного Осталось Двое Ну Вот Один Слева Один Там Еще Один Справа Подхожу По Максимуму Террор Такая Вещь Что Опа Это Андромедон Что Ли Нет Просто Армора Много 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 Солдат Овер Саппорта Идет Добивание Сработало Хорош Минус Один Сразу Из Четырех Там Щитовик И Офицер И Крисолит Еще Слышим Рождение Крисолида Второй Крисолит Пошел Так Ребята Очень Важно За Этого Мирного Посражаться Может Быть Кстати Не Очень Важно Потому Что Их 5 Мне Всего 2 Надо Сейчас Наверное Имеет Смысл Уже Думать О Будущем С Точно Святошум Хожу Под Фул Кавер Потому Что Как Слон Все Рано Стоит Абы Как Видим Сразу Трех Врагов Кидаем Здесь Обязательно Светошумовую Можно Было Попробовать Ее Подальше Закинуть Учитывая То Что Может Быть Еще Крисолит Дезориентация На Трех Противников Но Сейчас Вопрос Лезу Я Спасать Мирного Или Не Лезу Потому Что Они Как Практика Показала Могут Вместо Меня Стрелять По Мирному Да Полезу Я За Справедливость Тем более Они мне денег Платят Каждый Месяц Там Увидел Врага Еще Спасли Еще Одного А тут Крисолит Пять Хитов Который Бежит Добив Давай Мясорубочку Ну Хотя Вряд Ее Да Промахни Скотина Попал И яд Начинает Действовать Так Доктор Нужен Тей Скорее Всего За Уешет Титан Крисолида Добивать Будет Ну И только На следующий Ход Будет Лечить Правильно А Подожди Я кого-то Вижу Элитного Вижу Сначала Нужно Грянку Кинуть Газовую Я Кидаю Потому Что Не Хочу Кислотную То Хотя Подожди Мне Наоборот Нужно Кидать Обычную Чтобы Снести Укрытие На укрытие Я у верхнего Не сношу Стало Снайпер Работать Не будет Я могу Забить На офицера Что Не очень Хорошо Я могу Увидеть Офицера На самом деле И того Могу Увидеть Если Стенка Уйдет Это же Снайперы Их не Понять И там Крюк Еще Можно Использовать На соседнее Здание Прыгнуть Ну что Револьвер Видишь Кого Видит Два Их Уже Видит Элитный Солдат Элитного Солдата Набиваем По нему Вероятность Выше 89 Бах Бареус Бареус Может спасти Мирного Но это Билет В один Конец Да Здесь Подходим Убиваем Крис Алида Вот Этого Опасного Он опаснее Чем Все остальные Там Оставшиеся Тут Обычно Перезарядка А Брюс Случайно Не увидит Увидит А с какой Позиции Увидит Отсюда Увидит Не увидит Отсюда Тоже Нет О Отсюда Увидит Полу Кавер У него Укрытия Как раз Нет И Брюс Пушки Такой Серьезный Хотя У него 63 Точность Это Попал Кританул Убил Красавчик Хорошо По факту Остается Только Один Которого Я бы даже Проверил Если бы не был Ранен На прочность Штурмовиком А так Просто Отойду Потому что Там Крисолит Во-первых Во-вторых Мне нужно Лечиться Или от Крисолида Жестко Действует Патрихита Сносит Сейчас Мирный Будет Мочить Скорее всего Верхних Крисолит Обычный Подбегает Не 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 Нет Да Вы Издеваетесь А Этот Щит Окей Да Крисолида Они Такие Без штурмовика С грыжным Мечом Еще Один Крисолит Сейчас Прибежит Так 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 Что Я хочу Я хочу Лечить Яд Я хочу Убить Щитовика Щитовика Надо Убивать Снося Укрытие И Армор У него Хотя Он Угроз Не Представляет Но Как бы Все равно Больше Кстати Не Нужно Получать Ранение Ни В коем Случа От Крисолида Потому Что Зарядов От аптечек Уже У меня Не Осталось Возможно Возможно У меня Хотя Нет У меня Три Заряда Аптечки Должны Быть В этой Миссии Я их Не Тратил Да Сначала Этого Товарища Лечим Штурмовик Приходит Себя Сейчас Надо Убить Крисолида Может Быть Даже Просто Всеми На Овер То есть Тот Товарищ Щитовик Ёпресс Это Как Так То Я Твою Добью Просто Надо Было Местами Поменяться Поставить Сюда Одного Сюда Другого Это Понятно Но Я Все Сделал Не Так Может Даже Угол Сделать Сейчас Что Явно Это Уже Последние Товарищи Угол Хороший Всектоид Побежит Опа Я же могу Еще раз Уключиться Если бы Слона Пододвинул Давай тогда Овервотч Овервотч Да Мирных Четыре Осталось Спасти Нужно Только Одного Полечим Сначала Яд Убьем Спаун Крисолидов Который Сейчас Будет Бежать Тут Дезориентацию На кислотный Ожог И у него В принципе Пушка Она Не Выдающаяся Я больше Беспокоит О Револьвер Отвечает Не Не Убьет Ему Попасть Понимаете За За Фулл Кавером Мирного Минус Один Осталось Трое Спасти Одного Может быть Влево Убежать Хэвиком А крисолиды Что-то Не Идут Так Здесь Лечим Лечим Теперь Я хочу Уже Убить Щитовика И вообще Я хочу Спасти Мирного Это Топ Задача Поэтому Проходим Сначала На пол Хода Смотрим Есть Все Задача Базовая Выполнена Далее Я Посопрешу Его Это Раз Можно Пострелять 38 Ну Как бы Ладно Штурмовиком Попробую Его флангануть Справа Штурмовичок Та Добежит Я рядом С бочкой Взрываю Опасный Но Если попаду Убью Потому что Если попаду Будет крит Гарантированный Да Убили А где Лут Кстати Лута не было В этой игре В этой миссии Пока еще При том что Я Хоть И применял Взрывчатку Но Но Добивал Я вручную Так Видим Крисолида Основного Который там Нападает И закапывается Просто Это Левый Крисолид Ну понятно В общем Я сейчас С перезарядкой Под маскировочкой Скорее всего Пойду Я помню Как меня эти Крисолиды Даже Когда там Один-два Человека Оставалось Они меня Тоже Унижали Просто Выкапывались Бежали Через полтора Опа Кого увидел Хэрик Пробегая Увидел Кого-то Видимо Мелкого Крисолида Как раз Увидел Ну ок Тогда Мы его ждем Давай А вот он Да Давай Ребята Работаем Меточка Пошла Для начала Так Чтобы шансов Не оставить И оп Попал Он еще Ну и все Огага Но это не последний Там же еще Такой Папашка Крисолид Остался Слева Как минимум Один И вот Его Это как раз Нужно Штурмовиком Искать Да я хотел Снайпером Прыгнуть Сюда Вот Потому что Мне Скорее всего Не хватило Бы просто Я вообще Сюда Не кликал Кому Какое Какое Дело Куда ты Кликал Максимум Overwatch Максимум То есть Один на разведке Причем Сначала Overwatch Потом Раз С ветком Бежал Закопался Да Я Сначала Разведка Потом Overwatch Что-то Несешь Бой Я Ушедший Не могу Бой Семья Не сможет Он либо подойдет, либо добежит, либо не добежит Сейчас вообще Overwatch должен сработать Хотя бы от снайпера, я надеюсь От Heavy срабатывает Нет, не от Heavy Это кто вообще у нас? Слон, кажется Все мажут Но револьвер-то по метке не пора мажет У него 120, точность Плюс там 135 Во, попал, поджег Все? Отхожены Качаем Михаила Хорош Лут Нет О, безлики Это был последний Я долго буду отдыхать после этой миссии Там где-то 10 дней у двоих Отстреливаем Да и Overwatch Хотя можно без Overwatch Можно просто по нему стрелять теми Кем стреляется Бедолага безлики Вроде все Да не вроде, а точно все Менез 1-5 Статус confirm Да 22 человека У меня два ранения Но к следующей миссии выйдет браток Так что В худшем случае Процент попадания 100% Новый рекорд Количество врагов убитых Нормально Хорошо Я отходил Крисолиды ничего не натворили В начале Двух отравили Короче Точнее В середине Скорее Левелап Точно был Точно не было Легкое ранение Хорошо Лута никакого Вскрытие крисолида А что дает Армор наверняка какой-нибудь Создать броню способную А Это которая поджигает Чемандер Говорят что не хватает инженеров Я не знаю где не хватает инженеров Сколько нам лечиться Скажите пожалуйста 6-8 А Да браток Даже дольше лечится Чем Чем остальные Ну главное да Чтоб сейчас не было никаких Аксессов А как никаких Аксессов Если у меня 20 дней И Короче я собираю ресурсы Потому что это быстро И нужно Очевидно Нужно Тут Плюс на взлом Проникновение в череп И надо запилить Какие-нибудь проекты По Нет вот эти вот уже не стоит Наверное Пилить проекты Под старый армор Что мне нужно Мне нужна кислотная граната Еще одна Патроны нужны Пробивающие Не Не нужны особо патроны Есть Все Все типа патронов Экспериментальное тяжелое Можно Попытаться найти Что-то более полезное Чем ракета Но А что там может быть полезного В экспериментальном тяжелом Там есть достойные вещи Одного психа не маловато Я не могу сейчас больше Тренировать Денег не хватает Банально Бластерны это не в той степи Насколько я понимаю Так давайте гренку Все-таки кислотную одну Попробуем взять Она самая клевая Не только потому что урон Броне Высокий наносит Но еще потом Еще периодический урон По тройке По пятерке А Залп еще Который броню снимает Да Я думал Это обилка хэвиков В общем Собрали ресурсы Сплавы Эллерии Силовая сейчас будет готова Я думаю Что сплавы Эллерии Так же как и бабло Хотя сплавы Эллерии В изобилии Наверное Надо сейчас устанавливать контакт Чтобы не гуфнуться И на объект А Ооо А какого черта 180 Слушайте Я не прав Ой-ой-ой-ой Есть ли у меня разведанные Не я могу конечно исследовать И объект штурмануть Но я не хочу использовать Да лучше я планшет возьму Есть у меня данные о станции То есть просто берем И выполняем миссию Но Я лучше наверное Сделаю сначала расшифровку Планшета Адвента Плазменная винтовка уже есть А да Плазменная винтовка Это после Эллерия пошла Я пока Жду силовую броню Окей Хорошо Вышку поставь там Где сейчас находишься Эта вышка не очень выгодная Потому что Она только на один регион Я вышку здесь запилил Ну вообще да Может быть имеет смысл Эти 7 дней поставить сюда Да вы правы пожалуй Блин 125 материалов Я тогда пушку не сделаю Ой-ой-ой-ой Думай-думай-думай-думай-думай Что тут думать Тебе не хватает контактов Нет У меня не хватает разведданных Контакты-то я могу получить Инженера перекинем Это не проблема А нет Это проблема Я должен улучшить Вот что должен сделать В любом случае И сюда сейчас инженера Закинуть надо будет Хотя не Не обязательно Уже контакт один есть Так 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 На самом деле Деньги я могу получить На черном рынке За те же самые сплавы Илериум Поэтому надо ставить Вышку по Любасу И подключать регион В котором объект Адвент Силовая броня готова Доступен новый предмет Броненадзирателя На весь отряд Распространяется В первую очередь Надо попробовать сделать Призрак Топовый доспех Для штурмовика И проект Боевой костюм Это видимо Экзокостюм Для хэвиков Да А здесь Надежнее конечно Просто взять И следовать данные О станции Но тогда мне не хватит Разведданных Для того чтобы Подключить новый регион Поэтому я сначала Возьму планшет Адвент Потом В производстве Предметов В броне Мы пробуем 600 материалов Да Это капец Мне столько Не донатят Там капнется Расчистки Инопланетной техники Что-то в следующем Месяце Но это просто Небо и земля На черном рынке Может попродавать Короче Беда 16 дней до конца О Расчищены Материалы 140 Сплавы Лерий И здесь Я теоретически Должен Защитную матрицу Ставить Не хватает Не хватает На нее Только энергии Я оставлю Сюда Ой Какой Не сюда Я оставлю Рюмину Поставлю Я все-таки Его в реле питания Вообще Вообще Одно Реле питания Нужно Мастерской Вот Стабильно А лучше Два Здесь Пробуем Построить Защитную Матрицу Недорого Но Очень Нужно И сразу Инжа Сюда Да Ну и Кажется Один там Инженер Остался Потихонечку Чистим Снизу Но это Очень Долго Будет Происходить Так Возвращайтесь Пацаны Потихонечку Блин Не успели Вернуться Ядовитые Боеприпасы Дают Инженера Очень Сложная Миссия Дают Рейнджера Увеличивают Армору Противников Или Дают Ученого Стоимость Разведданных На 100 Маст Хэв Вот эту Миссию Быстрый Пик Маст Хэв Потому что Без этого Я Гуфнусь Если Только Не Исследую Точку Но я Все равно В следующем Месяц Себе Очень Сильно Усложню Задачу Короче Без Вариантов У них Повысится Броня И у них Будут Ядовитые Боеприпасы Ох Ребятушки 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 Хорошо Что Кстати Разведданные В начале Месяца Вложил Нам Предлагают Психа Взять Ну и Это Правильно Потому что Штурм Не успел Вернуться Браток Не успел Вернуться Псих По крайней Мере Сможет Тогда Даю И волю Улучшение Оружия Не обязательно Оснащение Это Всякие Светошумы Медикиты Илюхим Не Медикит Не нужен Снимаю Предметы Снимаю Броню Женьки Вместо Медикита Нет Ей армор То не нужен Скорее Какие-нибудь Да и патроны Ей тоже не нужны Не Медикита Идеально Для нее В данной Ситуации А кто У нас есть Два Спица Револьвер И два Хэвика Хэвики Не топовые Но Да Денег На 7-минутные Апгрейды У меня К сожалению Нет Миссия Будет Непростая Во-первых Потому что Это Новый Месяц Новые И Более Сильные Враги И то Что у меня Два Человека Из офицерского Состава Отдыхают Рейнджер И Топовый Хэвик Но Частично Рейнджера Мы Заменим Психом Будем Какого-нибудь Мутона Захватывать И вести В разведку А Хэви Да Тяжело Но Как бы Гранаты Покидать Сможем А Сделай Психу Нормальную Психустановку Точно Она же Там Стоит Вообще Копье Три Трупа Сектоида Продал Блин Трупа Сектоидов Когда На черном Рынке Да Это Косяк Можно Илюху Одного Взять Дополнительного Все Бабло Уйдет Нет Почему Моды Ствол Психу Не ставишь Пока Скилл На кд Стрелять Надо У нее Точность Такая Ей Конечно Можно Гарантированно Какой-нибудь Урон Поставить Так Базу Воткнули Туда Миссия Сложная Давайте Перерывчик На минуту Я вернусь Загружаемся Пока Скилл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вообще одна из самых опасных Такой временной промежуток Крайне опасный То есть у нас нет топовых званий Нет топовой защиты Нет прокачанных психов Проект Аватар с обратным отчетом И в следующем В перспективе еще Атака на тарелку То есть тут как бы столько неопределенности Что лучше К миссиям готовиться ответственнее То есть не получать всех плюх Которые я Ну хотя в прошлый раз У меня задача была мирных спасти И я справился с ней Ликвидировать всех врагов и Что там? Из транспорта Адвента Захватить анализ химического состава Господи, кажется на 8 ходов миссия Чемандр, чатик читай побольше Да, я постараюсь Я буду поглядывать чаще Можно офицера было попробовать на миссии вскрыть Ага, чтобы С и так раненными товарищами Получить вероятность От кодекса Еще ранение пополучать Он же не такой простой Опа! Сразу враг Сразу цель И сразу возвышение Место отличное Плюс маскировка Да, 8 ходов Но Так, тут еще вышка на взлом Вообще отличным Револьвера надо вроде как подводить сюда Чтобы он Ну может быть он и отсюда увидит Так, а кто должен тогда идти вперед? Тейка должна идти вперед Со своей бронированной подкладкой Но она не успевает Поэтому посылаем Брюса Раз Надеюсь там справа не будет сразу Миллиона врагов Блин, опасно Мне-то особо торопиться не стоит Сзади тупик Снизу Тоже тупик Хорошо А, справа тупик еще Слушайте, а как это Что это за карта? А, внизу не тупик Во, тогда хорошо Тогда я могу спокойно подходить сюда Получается Не рискуя, что справа Меня кто-то фланганет На следующий ход Увижу сейчас врагов Мег второго уровня Милишник И офицер Видит ли снайпер? Ни хрена не видит Поэтому мы Снайпера подводим Собственно к точке С которой у него Сто процентов будет вижен Поехали Второй момент, который меня интересует Это взлом Взлом вышки Спускаю специалиста Ключевого своего У которого еще прогрейжен взлом И смотрим, что за Что у нас за бонусы И штрафы по взлому на этой вышке Там взлом очень хороший должен быть Еще гремлина, конечно 115 материалов Неудачно повышают В конце концов Нужно просто взять Ну не сейчас Явно Ну большой Блок с материалами Хотя они особо так сильно И не нужны, конечно же Но Рискнуть, я думаю, стоит Кто мне второй нужен На той позиции? Либо второй хэвик Либо второй спец Почему второй спец? Потому что Блокировка мэка Да Да Торопиться вообще не стоит Цели рядышком Опа, еще один пак Архон И этот Светошум нужен здесь Поблизости Да, давай сюда Позиция шикарнейшая Просто Все, вроде Расставил пацанов Подвести может еще этого Все-таки Илья Да Да, подведем Работаем Слева, слева, слева Андромедон Судя по всему Рушит и топает Как робот Микки так не делают Микки просто топают Четыре человека В паке Капец Вообще так плотно Взрывать это дело Нужно очень аккуратно Если вообще взрывать Эти ушли наверх Но они не уйдут На такое расстояние Чтобы Сейчас посмотрим Что у нас там По взлому мэкам Даже не взлому Не блокировки А захвату Еще же под контроль Можно захватить 50% Ой, господи Так, а что у нас Действительно Псих-то умеет Доминирование Вижн нет От псих Скорее Светошум будет В первый ход Болин Черт Хэвик, который Должен Инициировать Не готов это делать По рейнджу Влево уходить Это опасно Для здоровья Можно Ближе Психом Подойти Чтобы Хотя бы Оценить Вероятность Доминирования 35 40 Понятно А Стасис У него ж Гарантированный Да, гарантированный Вот Стасис Пользовая Эта штука Я хочу Зарядить туда Гренку Предварительно Поставить конус Револьвером Широкий Такой Чтобы правый Захватить Но кинуть Так, чтобы Хотя мне Не обязательно Кислотки сюда Тратить Наоборот Даже, наверное Это вредно Потому что Если по звукам Там реально Андромедон Мне кислотка Еще понадобится Угол Ставится Хороший Вот такой Наверное Раз Хотя Четыре выстрела Можно было Просто Их На Нефанду Точно Оставляем Либо на Стасис Либо на Святошум Тейка Не, я оставлю Лучше От Титана Либо на добивание Либо на Илюху Либо на протокол Посмотрим Потому что понадобится Больше То есть Слон А, нет Слона оставим Потому что у него Разрыв Вот разрыв Разрыв Это да То есть Тут Овервотч Тут Овервотч Овервотч Тут ждем Тут ждем Тут ждем Со святошума Не хочешь стоять Они очень рядом стоят Начать Зачем Света шума Благодаря рейнджу И так хорошо зайдет Плюс мы Ладно, поехали Я вроде не задеваю Эту машинку Так, все ок Хотя, может быть Там и не отобразилось Просто Ну, одну машину задел Да, но вторая Вроде не алло Один сразу умер От взрыва машины Сейчас снайперу слово Давай Что-то ты больно Дерзкий Для Для человека Который потерял Треть хп Раз Это револьвер работает Не добил Правда Но ничего Единичка Догорит А что Остальные-то Не действовали Я не понял В такой ситуации Я даже не знаю Делать ли святошум Или нет Мэка Я Сломать не могу Уже Протокол Могу его убить Не могу И ничего сделать Тогда Исходя из этой логики Исходя из этой логики Должен мэка Вырубать Вась И никакой Блин Тебе святошум Не поможет Или статис На него кидать Да Надо мэка Вырубать Он сейчас АОЕ Пойдет Лупить Я рядом с машиной Короче Это вообще Не нужно Ну и вопрос Либо я Да Я добиваю Просто этого Протокола нападения Пофиг Он там опасный Щитовик Во-первых Скорее всего Отступит щит Если он отступит То получит от снайпера Плюс там еще Три овервотча Как бы Которые Непонятно Вообще Чем занимались Когда бежал Офицер Оп Ну все Работает Снайпер Бежит щитовик Получает 8 Умирает Гарантированно А этого я должен был Статис Просто потому что Он мог не бежать Он мог просто взять И зарядить АОЕ Хорошо Что Мы Не А Слушайте Я сейчас могу Попытаться захватить его То есть У меня есть Возможность Его Проверить Так скажем Да Господи Я не вижу Его Как ты Как ни крути Я его вообще не вижу Вот это номер Ладно Не будем Лохматить Бабушку Просто вырубаем его Револьвером Потому что Экспа ему нужна Для серии Так Первый пак Закончился Справа Напомню Архон Плюс Какой-то из Гуманоидов Кто именно Я к сожалению Не помню Торопиться Естественно Не стоит Я просто Потихоньку Перегруппироваюсь Разрядись Тейбы Подвести С Богом Они могут Сами вернуться Там же Опа Овервотч По кому Змея ползет По змее метка Промахну Единичка Ну и собственно Все Кто там вместе С змеей Змеи-то Тут люди по одному Не ходят Только крисолиды Андромедон Да Хорошо Что кислотную Оставил Пошли Оставшиеся Овервотч Ой Критулечка От слона Хорошо Значит Кислотная Задевает Змею Левую Хотя Может быть И верхнюю Правую Посмотрим До кого Мы Достанем А я Хэвика Отвел Блин Я не достаю Не достаю Все Не вещи Все Ты Достаешь Все Ты Достаешь Почти Что Блин Так не хочу Стрелять Кислотной Гранатой Что тут Единичка Армора Несопоставима С тем Что машина Взорвется Укрытие У него Снесется Пожалуй Надо Лучше Вот так Вот Делать Поехали Бах Ага Вот Ты уже Без Кавра Я Заряжу По нему Разрыв Если бы Я Видел Его Окей Уходим Разрыв Пошел Да? Да-да 96 Давай Критулечка На 9 И надо Четверкой Добить Это должен Быть Не Снайпер Это Может Быть Кстати Хэвик Если Заденет Вторую Змею Не Заденет Вторую Змею А Со Змеем Мы Что Будем Делать Свето Шум От Женьки Скорее Всего Да? Отсюда Скажем Сюда Не Хочу Потому Что Справа Да И Не Фанду Надо Уводить Давай Добьем Тогда Наверняка Вероятность Не Верю Я В Такую Вероятность О Доминирование 50% Учиться Тебе Еще И Учиться Как Неудачно Ты Получается А Рокет Там Пау Е Не Достанет Да? А Не Достает Вот Что Мне Нужно Да Запускаем Рокет Убиваем Андромедона Потом Стреляем По Появившемуся Андромедону Скорее Всего Флешечкой А снайпером Биваем Лебую Змею Флешка Заблочит Способности Правой Змеи И снизит Мобильность У этого Достанем Мы До Двоих Достанем Ну Вот Не Не Все Отлично Он Механически Ему Плевать Так Заблочи Его Заблочи Его Михаил Или Леху Кинь Ну Кажется Он Заблочит Вообще На Язычах Короче Снайпер Вайпера Лево Убивает Потому Что Сто Процентов Потому Что На Него У Него Способности Есть Даже Даже Если Она Просто Выцепит Кого Нибудь Из Наших Ну Допустим И Притянет Неизвестно Какая Хрень Ждет Меня Дальше Вот Поэтому Лучше Блокируем Панцирь Андромедона Андромедона Проверяем Сколько Ну Скорее Все Соточка Там Будет На Блок И Также 50 Типа На Контроль 93 47 Ну 93 Как Мне Немножко Ёкнуло Так Когда Так Лениво Пошла Заполняется Шкала Выключили Опасного Товарища А Конус При любом Действии Стреляет Понял Ну Все Ждем Тогда От них Вроде Я походил Змея Без Точности Этот Отключен Змея Без Обилок Пожелаем Ей Удачи Я Все В кавере Справа Кто-то Идет Да Не вовремя Милишный Плюс Архон Еще Один Пак Капец Так Ну Пока Два Солдата Это Это Терпимо Да Два Терпимо Хорошо Змея Ушла Просто И Обер Воч Скорее Все Я его Не увидел Но Он Есть Это Уже Интересней Тут Светошум Напрашивается Потому Что Милишник Потому Что Двой Потому Что Архонт Но Вообще Все Не Очень Хорошо Что По Доминированию Вообще 10% 40 Жене Лучше Вообще Как Б Фланговать Там Или Статис 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 Архонт И Все Идеально Имбовая Штука Даже Он Откатывается Очень Быстро Статис Мы Забываем Про Архонта На Целый Ход Класс Психи Они Такие Клевые Проблема В том Что Светошум Вот На Этого Упыря Вместе С Этими Двумя Я Не Кину Андромедон После Этого Хода Будет Ходить Конечно Эти Как-то Забрать Фланга Нет Подходить Опасным Надо Отстреливать Но эти Не такие Опасные Милишник Опасен И Андромедон Опасен Исходя Из этой Логики Я должен Для начала Вот так To begin with Что называется Мочкануть Андромедона С метким Глазом Сразу же Хороший Еще Критулечка 16 Хитов Ему Кстати Там Протокол Нападения И все 5 хитов Гарантированно Снимем Протокол Протокол У кого еще Есть У тебя Два Протокола Плюс Илюха Да Тут лучше Уйти В пол Хода Протокол 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 Нападения Пошел По Андромедону Ну и сейчас Надо попытаться Вот этого чувака Убить Скорее всего Ракета Убираем Укрытие И Достреливаем Как можем А на этих Тупо Забиваем А не У нас Светошум Еще есть Ха-ха Хорошо Осталось Догадаться Осталось Четыре хода Не проблема Этим Работаем То есть Это надо Помнить Конечно Но это Не столь Прям Так Ой Что же Делать Осталось Четыре Хода У меня Свободная Перезарядка Кажется Одна Да Да Подхожу Светошум И Ну и Надо Действительно Хотя бы Подводить Специалиста Поближе Одного Из А лучше Двоих В результате У меня Остается Только Один Упырь Который Я с хорошей Вероятностью Так Убиваю Могу Грянкой Добить Но я не буду Грянкой Добивать Потому что Лут 78 Я верю В Тей Хорош Молодец Так Двое Дезориентированные Архонт Не работает Этот Вырублен Сейчас будем Подходить А там Змея Еще Забыл Это Хуже Про Змею Я Что И Забыл Что Она Делать Будет Выползает У меня Не Овер Очень Может Отравлять Может Выцеплять Выцепляет Мимо Окей Сейчас Будет Стрельба Хотя Нет Может У нее Уже Ходов Нет Она Сходила И Скилл Применила Удачи Себя Фул Кавер Дезориентация До Свидания Вообще Да Ходов Маловато Овер ночь Так Три хода Сейчас Нужно Совмещать Сокращение Дистанции С Убийством Двое Флангуются В общем То Да не Больше Флангуются Все Флангуются Кроме Архонта Но Архонт В принципе Не Флангуется про доминирование забудь ключевой товарищ это архонт что мы будем делать с overwatch понятно что можно протокол и вот спануть гренку не хочу подойти специалистами а снайпер что скажет по поводу full cover 98 говорит снайпер вообще отлично я считаю вот и нет overwatch так змея фланг отсюда вообще и отсюда фланг и отсюда фланг я больше архон беспокоит него нужно ставить метку может быть даже через сапресс блин реально хладов маловато вышки фигня инопланетные сплавы ладно здесь подходим плюс протокол да скорее всего да потому что лучше он сделать не может разве что илюху кинуть илья выиграет 2 даже 3 выстрела может выиграть дальше продолжаем сокращать дистанцию проверим сначала вот так чтобы посмотреть нет ли там и флангануть этого упыря мы флангуем эту флангуем эту разрыв еще не откатился объем гарантированно змею с офицером конечно посложнее а вход где ой вход то вообще сзади да и не понятно что с архоном делать скорее всего через илюху надо будет действовать то есть под архон и подставлять илюху сейчас всеми бежать одним бежать на full ход скорее всего брать сейчас самого близкого и бежать на full ход скорее побежит евгения она далеко не добежит слон дальше все добегает но и он еще вписывается да я лучше влево не побегу лучше вот так вот краешком бочком 2 добегая спокойно нет есть запас может быть имеет смысл ему разок выстрелить выстрелит убьет этого убьем или этого мочканет хорошо тут скорее всего под змею или сапресс тут просто подходим тут илюха ребят тут илюха слон мочит гарантированным змею могут многие а вот того по дэмэджить может только он риту и вообще красавчик 10 3 хита буквально остается 3 хита а у я тут никак не зайдет до еще никак тут мы флангуем получается змею хрен с 2 ну тогда гренка ее надо мочить а точно не как точно михаил здесь илюха здесь змея 74 сапресс выгни скорее всего будет а тут что тут вообще забей может доминирование проверим 60 в конце концов а давай полезнее чем выстрел меньше 50 процентов давай не удалось тренирование накрывать гренкой змею пофиг на лут нельзя сейчас рисковать то есть тут каждый выстрел по илюхе это риск серьезный ну вот у нее не было и остается у нас илья и сапресс илья кидается так чтобы все его видели а сапресс кидается скорее всего на архонта ну потому что точность и дамаг потенциально можем нанести так тут огонь два хода останется впритык приду так попадает на трешечку там уклонение царапина тот подходит к илюхе впадает безумие боевое и с руки видимо сплэш что ли 10 крит ох ну илья не выживает все выстрелы потому что сейчас от офицера скорее всего умирает просто но стрелять будет обычный чувак который горит и он стреляет по титану ранение да плохо словил я все-таки ну здесь скорее всего дальнего вруба нет здесь мы скорее всего во первых давай к миссии блин вернемся разлом еще не откатился ближе всего к цели слон ой ёпрс это раз-два откроет успеваем побежали мне нужно сделать так чтобы я убил сначала офицера убиваем гремлин может отключать эту хрень ты муж нужно сначала дверь открыть о лут сейчас у него будет пистолет он из пистолета еще стрелять по ближнему которую на троечку а все остальные сосредоточатся на убийстве архонта хорошо ну архонты должны убивать первым работает хэвик я чуть подальше от вышки отойду в смысле от этой от ну вы поняли в общем ладно стреляем 68 попал восемь урона отлично брюс у ревы самый большой дамаг ты трачешь его на 3 хп вместо того чтобы следить пар хонту я исходил из логики что если я не убью мелочевку то по выстрелу придется тратить людям и суммарный дэмэдж типа 8 плюс 9 вряд ли ревы выбьет ну по одной цели меткого выстрела у него был в кд еще один ход угол тоже в кд то есть я ничего более полезного чем обычно выстрел из винтовки или два выстрела там винтовка плюс пистоль я же должен добить цель для того чтобы смерть с небес мне бонус был понимаешь хотя нет ты прав ты прав я не прав я должен был убивать хотя выстрел один так и так пришлось бы кому-то тратить ну да он был ты прав менее мощным да можно было сделать лучше согласен сначала убить мелкого а потом стрелять из пистолета нет я прав ты не прав я не могу стрельнуть из винтовки пар хонт только один раз могу из винтовки из пар хонта стиль так я могу стрелить только винтовка и пистолет так а протокол не нужен вообще будет я просто два человека осталось как бы тут чего не вышло может эти машинка взорвать да нет тейка 97 как бы easy не ори может даже протоколом нападения сейчас сделаем чтобы дать 4 хита что вообще риска не было да поехали лут собрать дверь открыть и миссию выполнить провал этой миссии для меня бы значил что я регион не подключаю до окончания игры и единственный мой шанс был не гуфнуться в случае провала этой миссии который еще кстати возможно бесит так главное здесь не торопиться а то там лишний клик ёпресса ты щупак ну это минус слон с крайне крайне высокой вероятностью хотя нет его захватывает и он в безопасности нормально он должен ради ради всех остальных ломать это полностью откладывает события на две недели снижает время исследовать текущих технологий на то фигня там вероятность не такая но вот события на две недели это круто может конец игры еще оценит но событие это не то ну это же поможет безусловно там армор отравлением есть еще илюха нет илюхи больше нет так тут есть свободная перезарядка тут явно должен быть угол от снайпера слава тебе господи хотя нет хотя да да причем да безусловно стасис откатился я архона погружаю в стать источным блин началут надо брать психа не хочу подставлять ладно один ход я продержусь как там архонт отправляется в стасис псих тащит даже базовый псих вот с парой способности он уже эвакуирую он да думаете ладно паника пошла блин да не хочу слона эвакуировать там же нужен лут и нужно же в конце концов будет убить правильно тут свободный перезарядка здесь хрена с два потому что стоит не слона нельзя терять я согласен я лучше подготовлюсь до основной эвакуировать брюс брюс пусть один овервотч нельзя толпиться ни в коем случае потому что яд будет дофига здесь это кавер приемлемый если скорее всего даже хильнусь просто ну за укрытие встану и хильнусь что так не хочется с богом ребят три змеи будет ходить они побегут на меня я рассчитываю на то что револьвер очень хорошо постреляет его поддержит овервочи пацанов есть пошел у него зажигательные патроны чисто в теории они должны только стрелять слоупок револьвер но попал уклонение царапин еще овервочи пошли там хэвик саппорт и кажется еще один хэвик буду стрелять о отлично минус змея первое класс жду вторую третью снова револьвер слоупочет но это бак попадает девяточку сносит один хит остается и 3 хита по в марии слабенько на самом деле с винтовки могло быть значительно хуже оп и еще выстрел новая мария статисом незначительную жизнь упростила сейчас бы архон то же самое делал бы как револьвер жет ой а самый опасный момент капец у промах тада горит змея у это один хит архона только-только отпускает я полагаю что надо просто такая эвакуация что-то несешь бариус перезаряжается надо лут брать я наверное женька возьму лут и отбегу по-быстрому потому что от нее пользы нет а вот лут собрать это круто ох ты два модуля продвинутые восприятие меткость 13 ультра концентрации 32 воля расширенный магазин это для снайпера блин и планшет advent разведаны это лучше вообще трофеи набор которые когда-либо видел вообще вот в этой игре по крайней мере вот в этом крае подержал ваш к классу 100 рублей главный не гуф не эвакуировал мог бы покачаться хэштег и ушел но да да конечно же любишь ты так слушать давайте я все-таки как-то мне нужно правую змею добить это раз а у меня есть гарантированный урон да урон при промахе вот собственно я тогда хэвиком стреляю поэтому вайпер даже если не попаду то добью левый вайпер левый вайпер сгорит на работе тут скорее всего просто будет overwatch блин опасно надо подставлять архону другие цели так и разлома нет и я сопреснуть не могу то есть мне нужно скорее всего ставить протокол помощи на полукаверного титана делать здесь овервотч делать там овервотч и да вот так догораем а этого ловим на трех овервотчах но мы его не убьем явно там хп уклонение это забейте но главное что мы цель по которой он скорее всего будет атаковать та которая находится под полукавером мы тридцатку защиты добавили я боюсь как бы он за в марии не пошел она вот может не выдержать ой хорошо огонь стреляем ну не убьем никак сейчас еще будет овервотч кажется от саппорта за красной машиной от титана но от него будет выстрел боевое безумие должен а может не врубится мало хитов еще пока а он стреляет по саппорту окей блин ой капец поэтому я силовую броню и делаю как бы тут видите какая жесть full cover попадают чем поэтому начал стрелять что у них приоритет по раненым и грюдкин сапресит точным какое какая эвакуация метки глаз 96 под голографической меткой это 2 после последнего почему 100 поиски нас май тайм только глючит выключи его стреляем ой молодец попала тейка он еще там гореть будет давай добей титанчик отомсти ему хорош ой я не взломал вышку ладно сплавов у меня этих там 300 плюс так что забить до серьезное ранение у титана находит слон жив и вот титан по сравнению со слоном вообще как бы небо и земля может быть даже от второго спеца имеет смысл отказаться когда взлом будет топовым и взять вместо него второго снайпера но это еще как бы сейчас вообще другом нужно думать о том что у меня игра через две недели закончится если я провалю миссию а я уже как бы не очень хорошо все делаю ранение легкое ранение хотя ранение не тяжело ой прицел 5 чушь один единиц ну расширен магазин чушь метки 13 отлично скорее всего я запилю ее саппорта у которого овервотч при миссах ученого дали 13 дня вот вернется у нас штурм вернется хэвик стопа у слона всегда овервотч плюс да вот ему нужна точность еще какой какая у него сейчас какой-то персональный 3 хита неплохо не топовый но хороший но учитывая то что он всегда на овервотче если попадает овервотч и у него разрыв короче берем его меткость меткость 92 плюс 20 пусть учится псих псих учится так денег у нас нет разведданных впритык инопланетные сплавы не нужны мне нужно достраивать ретранслятор включать регион выполнять миссию там планшетик адвентовский открывается по разведданным ресурсы 8 дней 70 данных отлично и наверное я все-таки возьму данные о станции можно еще один планшет сделать но для страховки по хорошему нужно исследовать если я офицера захватил я бы ключ из какой-то там исследовал это же понизил аватар но сейчас уже вряд ли справлюсь так 2070 не получится еще один планшет а псих не учится псих ранен я понял да мне кажется нет свободных пацанов надо рекрутов нанимать это нужно нанимать человека но его в любом случае нужно нанимать кто у нас на психа тянет мантич дмитрий михайлов дмитрий михайлов реально пусть учится если все будет хорошо мы потом апгрейдим пси-лабу и будет два человека учиться есть 11 дней я пробую подключить регион последний контакт последние дни идут главное чтобы пацаны вылечились когда там пацаны а вот двое уже пришли отлично михаил и павел кузнецов граната исследовалась газовая опять в зоне испытаний что мне в зоне испытаний то можно делать дальше на элере можно продолжать фармить гранаты например костюм паук дни мне нет все костюмы забей сейчас энерго броню надо копить деньги на нее и гренок еще парочку вся контакта свободных нет уже нет я в курсе но можно инженера пустить и все будет мне сейчас контакт не нужен я уже устанавливал контакт он потрачен вот он 7 100 данных отлично и вот теперь знаю что мне хватит я получаю данные о станции хотя уже не столь важный взгляд 7 дней данные станции получили в чили исследование что у нас там по исследованию хорошего крисолит архонт и андромедон андромедон то ли гранаты апы то ли еще что-то вот крисолит делает армор андромедон давайте прочитаем качестве оружия эквивалентом воды смертельно опасно мы вероятно сможем создать закрытую капсулу использовать на поле боя ну кислота до андромедон нужно скрывать а это мины ями не пользовался не хочу а этот этот скорее всего для штурмовика даст апгрейд тогда плазменную винтовку я думаю надо делать уже пора о майор доступен ребята сейчас нельзя лететь раскрываем раскрываем крисолидов в течение месяца экипировка отравленный патрон крисолидов надо убирать материалы 328 игнорим блин главное чтобы сейчас миссии до этой базы не было есть все сейчас летим отменяться вот да я же готов штурм объекта адвента ну потому что смотрите если сейчас будет миссия миссия какая-нибудь до этой миссии я на нее полечу я там на получаю то ключевую миссию я мог бы не выполнить девич и так то могу не выполнить но сейчас у меня по крайней мере большинство людей здоровы еще да все здоровы даже психа можно взять но я думаю что на эту миссию я без психа пойду потому что полезного доминировать она пока не может пусть учится кстати надо поменять да давайте поменяем сейчас будет важно вот короче сейчас миссия если мы проигрываем игра заканчивается то есть такая вот прям прям вот прям вот да так а я могу сразу все поставить сюда а прогресс будет потерян сколько ты уже учишься да долго должен учиться там 20 дней кажется так надо инжа отсюда убрать еще чтобы копали интенсивнее здесь хочу не убрал я в курсе что если лапнуть лаву то а я гремлина просто убрал дам гремлин то не перетащишь туда знаешь сколько great села бы стоит среду мои ресурсы защитная матрица ок да все тут главная миссия сейчас перераспределим внимательно посмотрим чтобы илюха был желательно 2 светошимовые были чтобы все было как надо убираем брюса и тэй берем роки и тэй все таки роки меняем это будет михаил имя михаил это новый майкер будет мерчук прозвище будет бобер буквы ее нет биография пришел молодой бобер пытается молодой бобер идет на разведку он же разведчик в первую очередь старый гуф в прошлой трансляции да по улучшением оружия у нас же там размер магазина единичка всего да критичен размер магазина снайпер но не такой тому остальных все ок так что можно ему спокойно давать этот самый размер магазина еще ему хорошо бы бренку дать вот такой джилетик синий 2 илюха 1 светошум 1 и у братка есть опциям взять например отравленные патроны а кислотные у кого кислотные у тэй но окей не хватает одного светошума и лучшее место какой-нибудь плазменный потому что сам братку возьму светошум нельзя говорят снимаем предметы а их за костюм еще нет точно у братка нет экзо костюма вот он светошум ну и что в результате два специалиста светошум илюха штурмовик разведчик против мехов с регеном револьвер хорош слон очень точный его надо почаще ставить на овервочем кислотные 2 в результате сумме светошумовые 3 гранаты 2 ракеты поехали братка воля 0 да и так сойдет бим нет я не слышал что это персонаж реплики я знаю что в прошлой части xcom было несколько предустановленных персонажей что если ты введешь имя фамилию то у них там топовые характеристики и прочим да а вот здесь как кажется сектопод если вот картинка которую показывают соответствует зданию которые мы будем штурмовать это сектопод он он вот вот здесь вот и вот здесь вот один внутри другой тоже внутри мы сразу услышим если это будет сектопод так что аккуратненько очень похоже я уже слышу да это сектопод это он это он михаил бежит на разведку нас интересует туретки нас интересует любая информация которая опа сразу ага щит архонт архонт какой-то плотный каверов нет они кстати могут обойти штурмовик штурмовика первого да сектопод это он топает ну что ж причем он реально близко ой господи а ты ж ёжик да они же здесь не очень да да конечно так но я предлагаю ближе во первых не идти по возможности занять позиции таким образом чтобы хотя бы кто-то из наших был за фулкавером а лучше как бы чтобы все были за фулкавером посмотрим двигаются они или не двигаются есть просто паки которые в принципе не сходят со своей точки как например видимо этим я оставлю человека с илюхой на страховку инициировать буду скорее всего снайпером с метким глазом сразу же так цены не видят плохо же гамбли поддержал ваш когда сумму 250 рублей пошло поехало да мы получили тревожные сведения от наших передовых блокпостов на заборах после ночной смены стали находить странные записи нарисованные кровью имбач уман рекомендуем быть экстремально осторожным ой имбач это в английском i'm back human инициируем 83 попади главное половина хп можно сразу бах 13 рону отличная инициация поджог бастит да иди ты к черту побежал по всем и по щитовику тут пятерочка по архонту но этого мало конечно же в клане и царапина по нему же там по броне есть минус архонт уже хорошо на бронированном так просто не пробить конечно опа а это от кого а это еще попал он прошлый овервотч еще раз пострелял хорош но да и чё делать протокол нападения нам не поможет пробить его мы не в состоянии и люк тратить не хочется я предлагаю овервотч просто всем он щит скорее всего будет делать хотя на было протокол конечно сделать защиты везет видите ничего не не пробили меня ох осло отстрелил все четыре патрона у слона тема что если типа ты попадаешь и даже неважно убиваешь или убиваешь то есть вероятность 50 на 50 что будет произведен дополнительный выстрел в результате он четыре раза заход выстрелил на овервочах во первых что это значит ему нужно плюс три патронов во вторых ему нужен гарантированный урон на троечку так чтобы нет хотя нет не обязательно ему меткость плюс 15 нужно вместо плюс 10 и халявные перезарядку то есть плюс три патрона халявную перезарядку она есть у него вообще круто только я вот этого упыря не как что давайте братком как-нибудь постреляю все таки я не вижу его только вот отсюда буду видеть гарантированный урон от приклада не триггерит перк на овервотч да вот призадумался думал сначала поставить его а потом это же не будет считаться попаданием правильно там же пишется промах уносится урон печально в общем вы бы знали как я не хочу сейчас не гренку тратить хотя гренка тратить самое правильное тут вообще гренка спокойно добить не меня там позицию снайпера ход чем больше веру очень останется после смерти человека тем лучше особенно в условиях сектопода понимаете тут как бы я словно буду качать конечно же это вообще получается 57 ладно может пробьешь хорош там я уже еще точность тапницы я белка появится правда белка кажется не будет завязана на сектопод где-то справа ходит бродит но я иду на разведку дальше есть у меня один бобер невидимка видим сектопод чё тут скажешь это мой эверест я естественно подхожу так чтобы меня не заметили возможно кстати стоит сделать угол прямо сейчас вместо овервочи пострелять тупо там три человека как раз ограничение по ходам нет да короче овервочи снайпер же их сагрит в любом случае сагрит вот хэвика одного нужно наверное вот так подвести на будущем и так тоже подвести вот так за подню делаю да ладно вот тебе и западня блин профукал я обилку у снайпера вот он есть пошли овервочи ну да револьвера грит вовремя то ревчик 6 армора капец один урона с богом но вервочи ребята давайте 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 броню уничтожая метки ставим давайте так у меня есть разрыв про это не забываем у меня с метки глаз но сначала кислоточка пошла безусловно вообще вот так вот раз а мог бы за full cover спрятаться если не поторопился 4 армора кислотный ожог на из кого ты видишь ты офицеров видишь это плохо ты должен видеть сектоида вот отсюда пожалуй заходим разрыв сейчас нужен работаем нет подожди два армора давай как гренку вторую закинем даже второй хэвик не просто так хлеб свой ест и тех по дэмэджем что они от яду мрут и этого доведем до нужной кондиции работаем я думаю секта под ход не переживет просто из-за разрыва так один умер там надеюсь лута не было все шесть армора слезали я там еще штурмовик ну изи просто секто под ничего не делает в общем слон стреляет бах крит на 13 где твоя броня друг уже половина хп а то че револьвер подключается паразит вы посмотрите 96 он же и метким глазом практически не мажет бах 16 урона потому что плюс 3 еще к к разрыву и что два хита у сектопода 3 хита у сектопода это не серьезно я считаю давай тогда добиваем титанчик слабый игрок я считаю и еще штурмовик остался level up сразу за сектопода у титана ему больше не наливать этот умер вот может еще дадите прям вот идеально будет нет запомнили это опа еще выходит двое мэг второго левела чушь и кажется то ли офицер то ли солдат еще на свободная перезарядка но я хотел бы вообще сломать вообще-то вообще-то я должен сначала подойти вот так маскировочным другом фигово подошел он похожу так значит и нужно видеть второго для того чтобы видеть видит он или не видит я все равно его не вижу подойду сюда спалят подойду сюда не спалят сейчас всех приблизительно одну линию подводить так револьвера перезарядка как свободная свободная перезарядка пока я тратить не стоит пусть будет просто уже больше ну хотя там разницы нет ну я что-то не люблю тратить если патрон еще есть сюда бы подвести ладно вот так делаем тогда раз так делаем 2 так делаем 3 ирочем ирочем не спулились гады по краешку просто на грани фола хожу о туреточка есть протокол блокировки на туретку только не слоном а конечно же титаном делаем с туретками проще в плане захвата у них меньше резистов чем у мэков хотя это туретка самая в самого высокого с ней может не получиться 50 на 50 ладно играем красиво красиво провал ну и все и это пулпака если бы там был серьезный пак я бы этого не делал конечно мясорубочка да скотина мимо да забей мы часы и вырубим вторым товарищем и всем омека и так убьем омека мы просто штурмовиком убиваемся у него как раз патроны под стать это не проблема можем попробовать вторым тоже турельку вы понимаете тоже попытаться взять под контроль еще с меньшей вероятностью кстати скорее всего сана 26 2 нифига себе дополнение оказывается выйдет выводим турельку из строя пробуем 82 отлично взяли бы под контроль с вероятностью 41 но кто ж знал кто ж знал не стоит рисковать там же защита апается с аккумули ну она складывается кумулятивный эффект имеет здесь надо да да конечно же фланговать убивать в кп у него там прилично вообще ё-моё 80 промах ну все он будет жить если я только светошумом его не гасану но светошум на одного офицера это как-то жирно очень получается выбирая между светошумом и ранением они рокета уже добить можно сколько там 7 хитов рокет снимет сколько там 647 на плюс горение плюс еще может мили мы его как-то так давай попробуем все-таки попасть по нему есть же шанс что попадешь правильно ага браток и попадет у него гарантированный урон 1 85 так это же почти 100 процентов изи туретку можно попробовать просто ее убьем хотя полезно было бы ее захватить на самом деле да я попробую захватить сейчас ее отпустит я спрячусь здесь это же не все враги понимаете далеко не все надо отступить чтобы она есть перезарядиться вроде он не видит меня сейчас я отпустит да и она ничего не видит правда протокол блокировки не действует пока ну здесь я не могу его ай нет я не закончил ход еще сейчас вот этот ход пройдет и туретка должна вернуться у меня кд на взломе у титана нет когда на взлом давай подходи тогда а нет я просто она просто все еще выключен она не два хода выключен а значительно больше выходит ну раз уж я жду я буду ждать надо только титану будет отвести потому что по нему что редко будет стрелять ищем как придет себя где она там когда придет в общем что у нее у нее все еще а у нее нет уже дебафа насколько я вижу но протоколы почему-то и узнать не могу или уже типа все момент упущен ладно убиваем причем долго будем убивать если не будет протокола атаки кто да давай протокол нападение используем там 78 плюс еще они не плюс еще просто 78 мимо брони просто так сразу бам и больше половины снимаю а следующий выстрел делает снова снайпер просто и все но не убивает скорее всего потому что нанести 8 урона это револьверу не по силам револьвер немытьевым декатаньем да есть все хорошо сейчас заходим там еще должен быть сектор порт насколько я помню это еще далеко не все подходим вперед естественно нас идет проверенный невидимый бобер кстати зря что подошел там слева могли обходить уже повезло бобер подходит раз там 9 должна быть не помню никого ну раз никого можно подходить смелее револьвера тоже бы подвести учитывая что у него угол деревья могут мешать стрелять ему вот с этой стороны лучше простреливать там в окно мы еще можем заметить противник сейчас доберусь до двери бобром открою посмотрю что-то мы как пока не видим страшновато чуть-чуть и главное шума нет никакого типа от сектофода а вот и есть шум вот он пожалуйста так вот да как с хрена ли извините за мой французский откуда вы взялись а попал слон значит еще разок стрелять будет револьвером из пистолета промахивается естественно а еще веру очень не не так теперь револьвера обходят бобра бы оставить тут фланг вообще то поэтому товарищу я лучше по дальнему без без ковра в без ковра все делаем что я не понял откуда эти там ковр друг так ребята мне нужны нужны совет экспертов с чатика каким образом у этого а это он типа за камнем а я его не обошел все 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 совет не нужен от экспертов спасибо спасибо я все понял дам грянку на двоих трассе конечно ты чемпион все это шум можно потому что на того все равно не получится да тут у них просто full ковры понимаете надо либо снимать это рокетом рокетом я не сниму попробую грянки снять да вот так хотя бы хотя бы укрытие у дальнего добиваем ручками опять же потому что не было плута никакого опа хорошо качаем в первую очередь слона тем более он видит только одного стреляем мак 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 aí⁠с живое скотина а кто-то маловы лапнулся а револьвера же еще нужно револьвера с метким глазом лучше 87 но сразу ваншот сразу прям так но он догорит таким браток браток даже если промахнется убьет и на этом пак закончился олут вот так она получается я пошел о свободное действие курок давай браток раз ты свободный потратить патроны на человека который все равно бы умер вначале следующего хода это грамотно не трать а там еще overwatch был саппортом она сейчас вокруг я подбегаю что здесь можем спулить вообще сектой там рядом ходит помехи диким так давай-ка в полхода заодно там перезарядимся раз overwatch тут перезарядка тоже напрашивается тоже не лишнее было бы со вторым сектоподом будет сложнее просто потому что не нет кислотки и армор я так быстро не сниму беру лут ох модифицированная настройка спуска и модифицированный повторить ну два модификатора которые я редко использую но какой для штурмовика подойдет я думаю эти там ты зря здесь остаешься эконом грянки для второго сектопода я посмотрел просто что у меня у хэвиков и так так смотрим он где-то здесь должен быть вот он это не он вообще а их четверо вообще чисто теории я могу пустить ракету так что они как бы ничего не алло нам нужно ли мне на такой позиции в принципе воевать сомневаюсь в этом илюха нужен будет револьвер вообще не играет хотя вот отсюда если его сюда поставить вот сюда он через дверь и окно по кому-то будет стрелять да и угол ну правда все равно нихрена не видит надо его левее уводить сюда как-то ладно пацанов слева не спулить никаких есть у него уже два две цели так то есть ориентировочно здесь мы в следующий ход кидаем рокет отлично залетает дальше тейка рядышком где-нибудь здесь тоже кидает рокет бобер это все дело палит браток лучше пусть наверное даже уйдет сейчас чтоб не спалиться слон поближе к светошуму и к разлому да они ходят ой хорошо что я хэвика убрал а то сейчас меня воспалили перед тем как действовать необходимо что поставить снайпера угол до 2 проверить как вообще меня видят здесь не видит не видит вообще а чё не видит или это баг может быть баг да не не баг не может быть они же хорошую игру сделали если показывает что не видит значит не видит как хорошо дальше мы заряжаем рокет раз в кучу сейчас снайпер на поработает четыре выстрела должен сделать снайпер снайпер очень интересный момент но я считаю это время для ильи в общем илья причем илья под только под секта пода вот сюда вот он идет вот сюда вот да вижу что блокировка есть бла-бла-бла все потому что черные да наверное бобру делать вообще ничего здесь я наверно тейкой учитывая то что все уже спулин и сделано встану за full cover и попробую запустить рокет в этих двоих а тут бочка хорошая есть бочка которая причем и сектопода задеть может ладно давай посмотрим на протокол блокировки что у нас там по вероятности невероятный спасибо не надо отключить 41 процент а так можно защиту там атаку цели по повысить то есть не получится вдруг скорее всего здесь светошум то есть протокол защиты на штурмовика протокол помощи потому что он все равно сейчас выходит и начинает жечь на бобра плюс он ответить еще может вплотную искритом с хорошим светошум на этих упырей троих конечно конечно четверых давай еще так светошума больше нет поэтому ракета пошла сюда полюбасу одного убьем у второй станка сниму ну тогда наверное этого добить cover то у него нет можно пострелять по бочке а я не смогу этого добить никак уже да ой так а бочка сколько урон нанесет кто б знал кто б знал и разлома можно конечно разрыва можно сектопода прям хорошо но он бронированный лучше это засейвить на следующий ход а если говорить о и надо бочку стрелять простые все здесь на стрелять бочку до 65 ровно хорошо и сейчас кажется еще кавр убрал того того да хрена с два чтобы делать бобер стрелять по элитному а там копейщик копейщик элитный да конечно хорош ну что сектопод вот вам илья ходить зрели я какой красивый от мясорубочка но на единичку конечно потому что армор и у меня первый меч он затупился сразу после удара явно илюха ой он что-то не на или ведет и а ты щитовик щитовик затейник достал причем до сектопода окей дальше мы действуем следующим образом во первых нам нужно убрать этого упыря че не обязательно вот поверь вообще не обязательно его убивать потому что 55 счетам 5 счета а чего потратила ракету ой капец вы понимаете что происходит вообще я попал у него четыре армора я его пробивать буду полгода точно нужен разрыв маст хэв он же выгоднее будет чем да он выгоден на дистанцию будет чем протокола нападения капец револьвер клёвый мне он нравится такой полезный я могу конечно крюком но отсюда я могу конечно увидеть из но это риск ну а чё делать опции то нет да я же другое место показывал тебе вазь ладно если увидит то увидит отсюда и видит вот это топич так что я хотел здесь можно конечно свето хрень сопреснуть можно и того и другого полюбасу метким глазом стреляем сто процентов крит есть крит пропер блин там 20 процентов крита было хорошо вот другое дело сейчас бобер еще добавит под зад ему бах так он не собирается взрываться вроде есть одна клетка запас защита от взлома снижена протокол нападения есть я пожалуй его просто запротоколируем мимо армора ему должно хватить плюс там еще плюс 3 же 10 11 урон вообще 10 11 урон по секто поду и достанется взрывом точно ну это меньше из того что как бы ну вы понимаете криш пошел сапресс всяко давай свето шум еще для полного счастья они я же могу обойти его давай плотная скотина согласен может там яд какой-нибудь а там сапресс окей штурмовик сам потихонечку подлечится level up у тейки это еще не все но основная часть опа подкрепа ну подкрепа после двух сектоподов это знаете подготовимся перезарядимся встанем на нужные позиции револьвер единственный кто правильно стоит но это скорее говорит о том что он неправильно стоял до этого пофиг вообще там придут люди которые которые вообще не в курсе что у нас поляна уже накрыта и даже если у кого-то там нет кавера это поправим в следующий ход кто там щит я вижу двое всего прилетела не трое там мэг еще кажись до мэг хороший мэг работаем слон кстати сейчас если попадет то есть вероятность что второй раз давай 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 слон это глючит мод стоп бейст май тайм иронично получается раньше он убирал задержки снайпер бах минус щитовик там 7 урона еще медочку поставили на офицера еще минус 2 этот на овервотче стоит протоколом нападение там есть вроде у у одного спеца да только он вот так вот подойдем поехали бобром пожалуй добью потому что у него ему и экспо нужна и он просто много урон нанесет это не бак со звуком это фишка а все вот это уже все так что подходим к точке эвакуируемся ой вывод там реген еще идет классно живем это уже второй раз в этом трое когда не третий раз это третий раз когда аватар подходит к своему логическому концу уже типа все гуф и мы вот на последней миссии вытаскиваем но это спланировано но пускаемся валим один ход не успеем черепной буру я еще не применял я не хотел в тех миссиях в которых был еще с кодексом воевать то есть я не готов ни по армору ни по пушкам ни по ранению и так впритык было все все валим ранение одно есть но ну вроде не очень серьезную обычное ранение правда даже не знаю у кого а у штурмовика собственно да штурмовика ранения от взрыва но мы уничтожили стратегически важный объект адвента и вот так вот 17 человек класс параллова лапа еще было да я думаю что хэвика надо переучивать согласен этот армор менее полезен чем снятие брони с выстрела но это лучше сделать после следующей миссии потому что сейчас была миссия вне расписания до 2 лава лапа у титана во первых ох ну восстановление не берем естественно вот заряд конденсатора должен хорошо это ауе со станом и тейка ей дали смерть с небес гремучую смесь конечно даем ей бобер ранение ага 10 10 солдат восстановился у братка проблема была фух живем живем разведданных мало но в общем то я думаю можно сейчас пытаться либо там кажется пара мест есть пара мест чтобы собирать либо регион подключать да и либо за ресурсами наверное лучше слетать это быстрее материалы мне очень нужны и на черный рынок слетать потому что новый месяц трупов может попродавать еще какую-нибудь хрень причем надо было сначала на рынок лететь но уже пофиг есть собрали черный рынок а потом штаб хотя в штабе я не буду тратить деньги на докторов инженеров и труп копейщика труп ой хорошо трупы копейщика щитоносцы это то что я не должен был продавать до 16 штук не все продаю пять штук оставляю для грейдов сплавов конечно газовой бомбы тоже продаем 110 что предлагают за разведданные ультра адаптация 4 здоровья а по еще один модуль на точность так снайпер ок кому там точность нужно вообще штурмовик особо нет двух дом хэвиком тоже нет у одного специалиста второму специалисту можно дать учитывая ховер очень на мне разведданных и так уж и много до 600 продавай на броню кстати может быть и стоит но я да это надо делать а сколько нужно сплавов братку обратку то зачем они же полвремени скидают гренки сплава всего 90 нужно так что сплава можно сплавлять спокойно без разведка материал да нет разведку на 1 более редкие вещи тратить материал это можешь получить массой способов так пока сплавы сколько там нужно 600 до 120 113 да все что ли да все условно стоит плюс 13 дает 2127 круто и ладно любом случае беру топовый модуль все берем сейчас броню ух ух накопил владев секретами и лири мы смогли создать идеальную боевую броню комплект силовой отличается прочности универсальность и поможет противостоять врагу сейчас сравним денег опять осталось 10 баксов так ну давайте посмотрим что ли что за броня такая хищник здоровье 4 тут здоровье 6 и единичка брони и 2 ячейка снари еще одна ячейка снаряжения что ли нет такая же должна быть одного дополнительного предмета а тут другая формулировка две ячейки для снаряжения типа не дополнительная 1 а суммарно 2 хорошо стильно может модно молодежно вопрос ставите хэвиком такую хрень потому что тогда я от рокета откажусь наверное не стоит и не стоит так а в зоне испытаний с что там по стоимости этих доспехов то новых а 125 материалов на штуку на каждую нужен призрак в первую очередь и два боевых костюма потом на бабло нужно уже хорошо сейчас армора хп 2 дополнительных хп 1 дополнительный армор это круто плазму исследуем модуль вопрос кому поставить если я титану буду отказываться в сторону снайпера возможно этот модуль вообще мне лучше приберечь потому что если мне в любом случае нужно освобождать место правильно из-за психа того же самого и вкладываться сейчас в недокаченного стоп почему недокаченного титан то вообще он же он же быстрее слона апнулся апнулся это он быстрее на меткость него 80 взлом 100 и эти там надо оставлять навесим ему модуль точно стопнется на хотя у него ультра концентрации воля зачем-то нужно а сколько там этот модуль 20 меткости это круто конечно у него плюс overwatch лада не будем жадничать ставим этот модуль 100 плюс 5 точности ему ап и нужно на пушку на меткость конечно же это все нужно либо в миссии искать либо так разведданных нет я вижу что в принципе не могу сейчас ничего вам в банке это что поставки материалов то есть мне просто может хилочка взять ахилочка там ерунда ерунда да ладно псих возьмем все ок черепной бур кажется еще не исследован кажется то есть он есть но нужен улучшенный черепной а кто нас продается здесь рейнджер ученые медицинская да денег нет сейчас не сейчас через 16 дней будет опа задание от советом инжа дадут разведданных дадут черт а я без без штурмовика ну ладно я зато в вар море хорошим теперь уже не совсем топово но категория топовая мне рассказывают про черепную бур что-то я хотел я хотел пару модов поставить типа на доп действия но хотел-то сделать штурмовику поэтому два светошума гренка гренка и люха а я хэвику ракету не поставил снимаем броню опять ротация видите идет а у меня ее нет в принципе этого третьего экзоскелетом плохо а Возьми бур, чтобы взлом увеличить Опять пишет Нет, пока не буду Точнее, нет смысла брать бур Потому что он не улучшенный Он не увеличивает взлом Доставьте ВИПа в точку эвакуации Здесь маскировки у нас не будет Штурмовика у нас не будет И надо двигаться в сторону К точке эвакуации У нас появился первый товарищ Титан с максимальным званием Это значит, что ему по возможности Килсов давать уже не стоит У Брюса один слот, говорит, пустой был Патроны можно было поставить Буро не увеличивает взлом Почему? Я увеличивал Но сначала ты его делаешь, он не увеличивает Ты должен улучшенный сделать, чтобы увеличивал Пустой слот у хэвика Да, согласен Пустой слот у хэвика Действительно был Ну что, крыша Ё-моё Сколько годов дадите? 12, надеюсь? 12 Вижу вышку для взлома сразу И... Ну что, надо брать Хэвика в первую очередь Ими проводить разведку А вот и пак Не вижу пока какой, где Архонт сектует Окей О, появился вот этот вот Разряд конденсатора Гремли направляется в указанную точку Произведет там мышно-электрический разряд Нанося урон с вероятностью оглушения Всем, кто находится рядом с ним Роботизированный получает больше урона 5-8 И такой АОЕ, как у Гренки Ааа, хорошо Где-то 10-16 по роботам Так, ну я вижу обоих Сектует слабо приоритетен Меткий глаз сразу же по Архонту Или все-таки меточкой Все-таки меточкой Подходим, стреляем по Архонту 15-ку добавляем Работаем Армор в обтяжечку Все очень серьезно Жалко, что столько Дам у нас Какая эвакуация Что ты несешь Вот, соточка Меткий глаз Оп Бдыш Бум-бум-бум Бум-бум-бум Я думаю, надо слону давать по возможности Келси Потому что он Красавчик Окей, давай так Тогда Блин Хреново А кто на подстраховку по Архонту вообще есть? Много народу Титану подвожу для начала Он должен был Не, погодим А че, погодим Ты его спокойно убиваешь То есть Титан стреляет О, все-таки Архонту Не надо качать Титан, называется Добиванием просто взял и Справился Здесь Тейк стреляет сверху Соточка Специально, чтобы не добить Чтобы Чтобы добил Слон И надо еще за привычку взять Считать Сопоставлять количество народу С степенью сложности миссии Так, минус первый маленький пачок Вип двигается У кого-то Смерть Семьес появилась Так, у Тейки появилась Но зачем ей было сейчас Смерть С Небес сделать Сектопод Сектоподы пошли в обычных миссиях Ой, слева Слева, слева, слева Слева вижу Вижу Мэка Телепорт Мэка Третьего левела Мэк И щитовик Овервотча у Мэка Этот скотина подходит Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо вообще класс так мэка точно вырубать надо не шагу вперед вообще то сюда светошум этого вырубаем я сначала вырубаем мэка для начала до до протокол на кого на слона потому что он может для илюхи там для каких-то своих тем двигаться протокол блокировки пошел титан там 100 с небольшим навыка так что он его заблочит практически ну кажется 100 процентов должно быть вообще 86 давай а и и и и и и и и малин до 86 блокировка не сработала капец Работаем Снимаем Overwatch, снимаем кавер Хочу, чтобы второй специалист Посмотрел, что там по По Мэку Видит ли он его сейчас без помощи? Не видит Но у него взлом ниже И может быть надо вообще разлом делать И его тупо убивать Ааа, это не вариант Можно ультануть на него Но ульту лучше оставить, наверное, Сектопода Так, а если разрыв, что? 98 Пожалуй, стоит Давай Слон, красавчик Там любой ленивый его добьет Единичка осталась Брукс, ориентировочность Вот этого товарища должен убивать Ох, Илюхи нет Соответственно, Светошум На правых Пока там не Био Ооо Светошум-то тоже апнулся По рейнджу Кажется Мне показалось, что я никогда не мог Вот на такой рейндж Хорошо, пошел Пошла светошумовая Дезориентация Ок Сапресс еще есть Липа бы Увести Снайпер может И должен Слушайте, а может он углом просто закроет Если Да, вот он троих углом Двоих углом закрывает Может он тогда Захват Его просто нужно далеко ставить Чтобы угол работал Лучше Он тогда будет шире К противникам Троих я захвачу точно уже В такой ситуации Да Четырех Почти Тогда вот так При любом действии Я просто Мэка убью Можно немножко подрезать Вот этого товарища Но он сильно урон Не нанесет Может быть Имеет смысл Сопреснуть Просто Вот этого товарища А, либо Мутона Либо тебя Нажим подойти В общем-то Да Отойду я лучше Такая грязь идет Сейчас Нет, мне Андромедон Сейчас не нравится С Богом Трое выведено из строя Мэк должен Сдохнуть просто Сектопод идет Очень близко он Мек идет Где Где Снайпер Скотина Это Капец В Випа Один хит Остался Револьвер Как ты вообще Стреляешь Ты вообще Что ты делаешь Ёпарас А потому что там Одноклетка Видимо И типа не реагирует Он если Одноклетка Хотя он при любом же Действии Да ты вообще Никчемное создание Он промазал По всем По випу стреляют Там укрытия Уже у випа нет Фух Так Минорные 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 Ранения Пока Что Видит Только одного Щитовика Жесть Какая Надо Щитовика Убивать Снимая Армор Но не Кислотой А вот так Укрытие Заодно Снимем Капец Вообще Револьвер Нас так Подвел По меку Не стрельнул По двум Другим Промазал Вообще Класс Сейчас Снимаем Щит Револьвером Конечно Же Дальше Скорее Всего Здесь Тоже Начинаем Снимать Армор И прочую Хрень Револьвер Красавчик Какой-то Не очень Осталось Три Человека То есть Точно Кто-то Должен Добивать Вот Эту Вот Тему Может Быть Вообще Разряд Конденсатора Сделать Шанс Иглушить Будет Потому что Что-то Светошум Мне не нравится А почему Я хэвиком Не ушел За кавер Капец И тут Еще Горю Тут Не за кавером Стою Могу Упасть Да Надо Отходить Кидать На них Либо Иллюзию Либо Разряд Конденсатора Я не знаю Какая-то Вероятность Стана 5-8 Утона Просто Можно Не убить А Иллюха Переживет Протокол Помощи Естественно На На Брюс Брюс Лейминг На самом деле Он То есть На замене Но Ты добиваешь Свободная Перезарядка Свободная Добиваешь Тогда С руки Этого Упыря Да Красавчик Повышение Когда у тебя Будет уже Слон Браток Скорее всего Сопресит Одного Из них Но скорее всего Вот этого чувака Что ракеты Сейчас тратить Учитывая Еще впереди Такие сюрпризы Не хочется Я оставлю Иллюху Так Кое-как С Богом Я точно Не буду Второго Снайпера Брать Мне Револьвера Хватит Из ориентации У них Нет Но Илья Появился И я Кстати Уже Три Хода Прошло С точки Со своей Базовой Не вышел А мне Как бы Випа Доставить Нужно Там Сектопод Опа Промахивается Хэвик Револьвер Револьверит Очень О Свободные действия Еще А что ты будешь В свой ход В свободные действия Делать Револьвер Это понятно Он через 5 минут Выстреливает Окей А Хэвик Что может В свободные действия Сделать Илюха Выживи Ход один Есть Все Ему тону Будет Тоже чем Заняться Да Рада Я понял тебя Да Вот Смерть С небес И Тейка Должна Была Добивать Мэка А потом Еще По кому-то Стрелять Окей Бориус Просто метку На Андромедона Для начала Кританул Хорош Я сейчас Всю экспу Попробую слону Отдать За Андромедона Ну хотя Как ты это сделаешь Только первую фазу Удастся Это раз Вторую можно блокировать Титаном Поэтому им сейчас Лучше не действовать Мутона добивает И снайперская Чтобы смерть с небес Была у револьвера Чтобы он из пистоля Еще добавил Ага Далее Купцов Не может его сломать Он может урон нанести Тут все могут урон нанести Начинаем с Павла Кузнецова Опять же Для увеличения вероятности Там мало ли Издалека Не будет попадать Но В общем-то Урона-то хватит Насколько я вижу Четыре хода я на эти Ну хотя Три пака здесь было ведь Сначала было же Архон, Сектоид Потом Щит, Мек И одновременно с этим Андромедон и Мутон Так что все Нормально Так Титаном Зачем-то я титана добиваю Хотя качать его не должен Ошибка еще одна Поторопился Еле живой вип В общем-то Можно и подлечить его Хотя там Скорее нужно лечить Подхожу сначала сюда Смотрю, что по вышке По взлому Вдруг что полезного дадут Доцент спрашивает 963 У тебя купленная игра Или скачанная Скачанная, конечно Подкрепление к позиции Уклонение отряда Короче, я беру Подкрепом Не надо было этого делать Я надеялся, что я все-таки вскрою Не надо было, это ошибка Надо было как раз одного разведчика А где будет подкрепом? Понятно Ну и ладно, я в любом случае должен Должен Двигаться Тут так Ну вот зачем? Ради экспы Я все равно должен подтягивать народ Перезаряжаться и овервочить То есть кем-то Кем-то перезаряжаюсь Овервочусь Кем-то подхожу Перезаряжаюсь, блин, опять Там свободная перезарядка была у меня где-то Да? Нифига А может быть и зря Скорее всего зря Тут подойду, сделаю хил Хотя этому лучше Так раз с овервочи Потому что точно сейчас будут Точно будет серия выстрелов Так, давайте не очень сильно Пожалуйста Три солдата, кажется Без меков Да, отлично Милишные щиты, офицер Окей Ну это минус ход А у меня сектопод впереди Ребят, давайте Давайте прямо вот Как можно точнее Как можно сильнее Браток хорош Начинает с метки сам Паша Паша, давай, 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 давай Не томи Попал, хорош Попал Уклонение на царапины Еще попал Щитовика уже нет Револьвер стреляет в офицера Бах Поджог Девять урона Нет, щитовика есть, кстати Еще может кто-то там Я вижу, что кто-то стреляет Давайте Там осталось-то Хорошо Проблема в том, что вроде как нужно убивать Идти дальше убивать А это Это значит сектоида Риск спулить Хотя нет, не обязательно Игорь Уткин молодец Подходит Делает меточку На дальнего Чтоб его снайпер снял Блин, сектопод реально близко Он прямо вот-вот-вот Совсем Рядом Опять эвакуироваться хочет Револьвер вместо стрельбы Не нравится мне это Такого братка есть гарантированный? Нету Ладно, подходим Двигаться надо в любом случае Нет, не надо Все, я беру свои слова назад Я слышу сектопода настолько отчетливо Что я вообще не хочу дальше двигаться Пока не сходил Он реально близко там Он где-то прям за углом Давай протокол лучше На него Подойдем протокол Тогда просто револьвер Гарантированно его убьет Без меткого глаза Протоколу-то мне Одного хватит На сектопода Тем более, что Ульта еще есть Да, лучше так, давай Ой Сейчас шесть ходов будет Ну есть еще время Ну а там Непонятно еще сколько осталось Это четвертый пак получается А нет, какой четвертый Это просто подкрепу Который я на свою беду вызвал Револьверу Кстати, тоже левелап необходим Смерть с небес Конечно же Перезарядись Подходим Аккуратно Поехали Поехали Вперед Вперед хэвик С кислотной Ну я пулю ориентировочно Да, вот он Да Ах, с ними еще трое Какими группами Блин, они ходят Ладно, тут кислотные Хорошо На всех бронированных Угол у снайпера Должен заходить Изумительно Закрываем Ну, ориентировочно Вот так вот закрываем Это точно раз Лучше тут Затай не придумаешь Там милишник еще Затаился Не забываем про него Илюхи нет Тут как Скорее всего Ауе надо будет пилить Или разрыв Ауе у другого Отлично То есть здесь мы делаем Протокол Помощи На Тейку На Тейку говорю Ее там скорее всего Милишник будет пинать И разрыв На Сектоида Только после того Как мы добавим Ему еще Да, можно сюда подойти Давай Игорь Андреевич Подходит Ориентировочно По троим Надо достать Нет По троим Мы никак не достанем Точно Так так же Достаешь Да Так достаешь Так доставай Этот от кислоты Умрет У дальнего Снимем У Сектопода Два армора Дальше Точно Разрыв Так Элегантного Копейщика Не трогаем Сектопода На 100% Крит И Уже Бонусный Урон Хотя Наверное Стоило с этого Начинать Потому что С гренок По нему Бы тоже Плюс 3 Входило Тут угол Или все-таки В лицо Все-таки Я думаю В лицо Да Потому что Один умрет От второго Хорош 13 Револьвер Молодец Сколько там у него осталось Протоколом атаки Мы его Кажись Уже заберем А стоп А почему я хожу Опять Слоном А разрыв Полхода Только требует Да ладно Или у тебя сработал Перк Просто Может это Перк Сработал Шанс На дуб действия Да Свободное действие Фух Я уж подумал Халяву Завезли Но Нет Светошум Я не докидываю До копеечка От правого Толку Не много Поэтому Скорее всего Мы делаем Просто протокол Нападения И добиваем Сектопода Здесь Братком Наверное Вот этого Чувака Убьем Бдыщ Только подойдем За укрытие Добиваем 84 Если попадем Убьем В результате Будет действовать Только один копейщик То есть Сектопод Умер Обычный Умер Щит от яда Сейчас от кислоты Умрет Добегая Только копейщик Ориентировочно За До А стоп Еще Титан У нас есть Титан У нас есть Который Скорее всего Сделает Овервотч Это раз Ну чтоб Того еще Цепануть Как побежит Может даже Несколько раз Потому что У него же Тоже Перк этот Есть Побежал Давай 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 Титанчик Пошла Стрельба Нам не Показывает Это Ща лантер Випа Вольнет Так он Его не Видел Вообще Все Набивание Минус Вот Если бы Мне за Каждое Сообщение В чате Которое Не сбылось Такое Вот Экспертное Давали бы По 5 Копеек Или На прем Подписывались Хотя бы Я бы Был таким Богатым И счастливым Что И флуда бы Меньше Было бы Не по теме Так 5 ходов Ну точка Уже близко И Только Непонятно Откуда Забираться Не факт Кстати Что здесь Еще кто-то Остался Я Стягиваю Пацанов Снайпера Стягиваю Есть еще Так Там кто-то Овервочит уже Блин Надо эвакуироваться Срочно Опа Нехило Так зарядил На 8 хитов Это офицер Вроде Офицер Обычный И Еще Один Или два Один Обычный Отлично Изи Главное Быстро Все делать Не тормозить То есть Скорее всего Никаких Там То есть Ход Гренка А не Какая Гренка Еще Желута Не было Помните Да Давай Сейчас Еще Будем Экономить Давай Просто Взрываем Падаем Падаем Ребят Падаем Просто Подходим Я Игра Ну Из этого Лут Точно Выпалит Я чувствую О Левлап Утейки Опять Так Випа По полной Программе Ведем Пока Есть Пока Вип Отстает Как бы Все равно Мы Стараемся Просто Вместе Держаться И все Три Хода И там Еще Кто-то Внутри О Мутоны Так А ты сможешь Крюком Наверх На Дальний Верх Нет Капец Я Влип То есть Мне тут Два Хода Бежать А там Еще Как минимум Один Пак Так У меня есть У специалиста Ульта Может Ее Сразу Закинуть На Оглушение Спровоцировать Не Надо Подходить Все равно В любом случае Подходить Ну Подходи Что Что Я могу Сказать Тебе Подходи Давай И никого Нет Так А ты можешь Оттуда Кинуть Пусть Там нет Мутонов Но Можешь Да Я это Сделаю Просто Потому Что Я С Очень Высокой Вероятностью Их Задену А так Они Точно Не Разбегутся Ну Ты Ж Не Один Там Скотина Двоих Там Оглушение Где Одно Дезориентация И Дезориентация Найс Снайпером Я скорее всего Я просто Подхожу пока На полухода Сейчас Всеми на полухода Смотр Опа Там Трое И это Не два Мутона Это Архон Блин Твою Твою Медь Дархон Плотно Его Как Тут В один Ход Ты Убьешь И Стенки Нельзя Сносить Что Точка Эвакуации Уйдет То есть Мне нужен Только Светошум Или Аккуратно Ювелирно Этого Мутона То есть Светошум Моё Ах вы Гады А это Я Нет гарантии Что оно Не рухнет Через Какое-то Время Блин Капец Я Влип Может На пофиг Половину Ходов Еще Одну Один Светошум Кинуть На Этого Упыря Повесить Протокол Защиты Например И На Следующий Ход Я Буду Наверху Уже Я В принципе Снайпер Могу Отсюда Ввести Наверх Сразу Ж И Все У меня Нет Проблем С Эвакуацией Да Это Правильное Действие Я Оттуда И Могу Пострелять Снайпером И Эвакуировать В любой Момент Могу Ну Пострелять Ты Не Можешь Правильный План Надо Считать Ходы Блин К Чёрту Этого Випа Наверное Стоп А что Нам Предотвращает Этот Ивент А Это Просто Задание Отсовет Типа Учёные Разведданные Я не могу Использовать Гренки То есть Я не могу Ничего С этим Мутоном Сделать Могу Его Подсопрессить Но Не факт Что Следующий Ход Я Добегу Более Того Я Скорее Все Не Добегу Короче Видимо Нужно Просто Бежать Вот В эту Сторону В 7 Куда То Сюда Под Гранату Конечно Нет 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 Стой Ай Капец Так А если Все Так А если Этого Мутона Как-то Убить Хорошо Как Ты Убьешь Как Ты Убьешь Если Ну Полу Кавр Е-моё Че Умня Метку Поставил Укрытие Пробил Все Нормально Короче Да Да Подводим Уткина С Голографического Он И Лемминг И Раненый И Единственное Кого Видит А и Он Сопрессит Этого Мутона Вот Отлично Понеслась Уткин Не Добегает До Точки То В любом Случае Так Дальше У нас Есть Опция Я могу В общем-то И на того Мутона Меточку Повесить А что Может Тей Блин Тей Вообще Ничего Не Может Она Нормально Добежать Не Может За Ковер Это Не Ковер Это Слишком Далеко Аааа Випа Жалко Светошум Лучше Наверное На следующий Ход Оставиться То есть Подходить Надо Сюда До Гренка Ты Получишь Просто Вась Если Без Светошума Если Ты Мутона Этого Не Убьешь Ты Получишь Гренку Соответственно Думай Считай Сможешь Ли Ты Снять У этого Мутона Двух Бронированного Как Ну Кто У тебя Есть Снайпер Который Ни Хрена Не Умеет Овер Учим Сделать Чтобы Не Путался Под ногами Он Под Сапрессом Все Докинет Гренку Понимаете Он Подойти Кинуть Гренку И он Не Обломается Подойти На Четыре Клетки И Кинуть Еще На Четыре Шесть Клеток Гренку У них Дезориентацию У двоих Я Про Тех Двоих Вообще Не Говорю Ничего Меня Вот Интересует Конкретно Этот Недезориентированный Мутон Те Это Ладно Господи Они Там Да У них Реально Проблема Они Ставят Дальше Один Вообще Меня Не Видит Вот Речь Юн Оптимист Вообще О О О Короче Надо Подходить Вот Так Как Почти Типа На Фул Стрелять Слоном В Последнюю Очередь Тот Самый Момент Когда Будем Принимать Решение Убьем Мы Этого Револьер Все равно Мешается Какая Вероятность У нас Не Надо Этого Убивать 77 Потому Как бы Пофиг Стреляем Еще Одним Хэвиком Хорош Попал После Миссии Надо Обязательно Одного Хэвика Переучивать Отправиться Прям Как Пить Дать Тейка Еще Подходит Ладно Тей Давай Сюда 69 Давай Ой Умница Пробила Молодец Все Теперь Протокол Атаки И мы Этого Упыря Убиваем Без Светошума Получается А у братка Еще Доп Ход Уху Тогда Я делаю Сопресс Надальнего Мутона Да 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 Это Не Дальний Мутон Вася Ты Это Протокол Нападения Я не Того Мутона Выбрал Все Следующий Ход Остается Двое Они Оба Дезориентированы У меня Два Хода Будет После Этого На то Чтобы Добраться До точки Архонт Подходит Овервотч Отлично Два Овервотч Великолепно Блин Как их снимать Вась Ой В смысле Михаил Так Вы к снайперам Не прыгай Пожалуйста Специально Обученных Людей Которые Снимают Нет Есть Светошум Еще Один Которые В общем-то Овервотч Снимет Но я бы Хотел Тут Разрыв Вообще Юзать Я не добегаю Сейчас С 7 Чисто Случайно Нет Хрен С 2 Этот Ход Нужно Очень Хорошо Продумать Очень Хорошо Продумать Протокол Защиты Можно Сделать И Пустить Вперед Какого Нибудь Проверенного Бронированного Чувака Типа Или Чувихи Извините За мой французский Тей Ей все равно Отсюда нужно бежать Правда Ее Здесь Никто А нет Есть Один Увидит Второй Увидит Но Тей Скорее Побежит Прям Вот Уже К Точке Эвакуации Куда То Сюда То То есть Она Сбивает Она Шфуловая Фуловая Две Брони Отлично Тогда Протокол Помощи Такая Аркада Капец Ну у них Там Штраф Двадцатка Сейчас Протокол Грейжной Помощи Еще Тридцатка Плюс С рывком Это будет Делать Надеюсь Там Тоже Это Учитывается Еще Минус Двадцать По крайней Мере В прошлой Часть Так Было И Там Как Б Хрен Попадешь Потому Что Гранаты Я Использовать Не Могу Не Нужно Убивать Мутон Архон Так Скорее Всего Не Успеешь Жакуироваться Будешь С кем Рекш Обсуждать Почему Не Успею Все Успевается Тут Как Есть Клетки И Видно Успеваешь Не Успеваешь Молимся Чтоб Не Попали Промах Один Ну И Там Мутон Есть Разрыв Броня Три Урона Косметика Чистой Воды Так Кого Нам Нужно Здесь Убивать Можем Опять Через Светошум Но Есть Во-первых Разрыв Есть Большое Количество Нехоженных Пацанов Мутон Там Сразу Гуфается От Разрыва Не Вообще Можно Реально Сделать Светошум И Ливнуть Просто Только При этом Постараться Просто Мутона Убить И Все Что Перебегать Дорогу Тут Сложноват Так А что Может Сделать Титан Вот Титан Например Че Ему Делать Может Снести Аккуратненько Да Давай Сейчас Еще Точку Испогань Тут Все Я хотел Вот эту Вот Штуку Убрать Просто Стеночку Но там Дом Рухнет И я Забрасываю Скорее Все Не смогу Чертов Револьер Свалил Как бы И все И с концами Пригодится То он Может Куда Вип Вип Вот сюда Бежит Это Безусловно Раз Здесь Скорее Все Все Светошум На Этом Ходу Еще Один Кидаем Господи Как ты Меня Устала Револьвер Ну Овервоч Да Даже Овервоч Ему Не Помогает Все 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 Будет Ой Группироваться Не хочу Гренко Брюс Увидит Архонта Но он Очень Медленный Ему бы Тоже Короче Я буду Прятаться Этих Они Не Видели И Не Увидят И Они Будут Эвакуироваться А ключевые Пацаны Наиболее Опытные Все Револьвер Левая Уже Все Достал Ты Так Браток Тоже Сюда Да Они Этих Трех Просто Не Увидят Вот В чем Фокус Слон Очень Сильно Рискует Скорее Всего Полу Ковер Или Им Закинуть Нет С той стороны Мы не закинем Надо Выкат Окно Кидать Светошум То есть Идти сюда А тебе Хватит Вообще На следующий ход Может не хватить То есть По хорошему Ты должен Вообще Сюда Идти Как-то Или Светошум Закидывать Да Вот В этот угол Скажем Да Ты же Отсюда Сможешь Закинуть Сюда И Попадешь Скорее Всего Так Давай клетки Посчитаем Сколько Тех Ходов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Соответственно Если ты будешь Здесь Вот как Диагональные Считаются Я не знаю Диагональный Заход А Нет Раз Два Три Четыре Пять Это как Получается За полтора Хода Что ли Допустим Раз Два Три Четыре Там Пять Шесть Например Да Короче Где-то Семь Будет Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Блин Капец Да Нельзя Отсюда Идти Надо Идти Как-то Отсюда Раз Два Блин За стенку Слева Прячься В смысле А тут же Подъем Вон Как Далеко Мне же Нужно Не просто Спрятаться Мне нужно Сделать так Чтобы Они Не обошли То есть Я должен Подойти И кинуть Цветошум Вот в чем В чем Фокус Понимаете Еще Отдельная Проблема С Титаном То есть Он тоже Как бы Не успевает Ладно Короче Так Нет 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 Так Итак Капец Тут Так 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 Главное Светошумовую В окно Кинуть Ой 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 Нет Нет Вот сюда Например Нет А Мешает Стойка Хотя Нет Не мешает Ну все Это 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 Гувчик Это Гувчик 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 Протокол защиты Можно на себя Или хотя бы Светошума Дамутона Достать Архонт Не может быть На втором этаже Вот сюда Надо кидать Короче Вархонта Подожди Подожди Вот Было же Вот Вот так Вот Я не вижу Но он должен Доставать По нему Он просто Скотина Не отображается Поехали Давай 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 Ой Фух Пылающие перья Ой Разбегаемся Пацаны Ой Главное Сейчас Негренко Главное Негренко Там Вип Главное Чтобы Мутон Негренко Овервот Йес Йес О боже Ты мой О господи Ты боже Мой Так Овервотч Но ты Мутон Овервотч Но ты Мутон Блин 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 Ааа Кого Подставлять Ну На рывке Человека С большим Количеством Армора А там У всех Одинаковое Количество Армора Самый Клевый Это Браток А Стоп Персональные Боевые Модули У него Еще есть Давайте Посмотрим У кого Уклонение Есть Уклонение 31 Вот он Наш Клиент Кажись Я ему Модуль Как раз Давал Уклонение 15 Ой Твою Шметь Уклонение 0 Так Браток Короче Бежит Тут Следующий Ход Триндец Миссия Заканчивается Ви падает Ауе Накрывает Это Просто Дичь Браток Бежит Вперед С богом Раз А Кстати Нет Блин Браток Не так Ну а Выбор Это Нет На самом Деле Это Хорошо Потому что Мутон Будет Стрелять Только По Тейке Я Тей Откладываю Напоследок Потому что Если вдруг В нее Попадут Кританут Кто-то Может Спаниковать И Остаться Здесь Нам Этого Не Надо Капец Миссин Так Эвакуация 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 Блин Как же Тейка Сейчас Випа спасли С одним Хитом Титана Всех Спасли Остается Одна Тей Так А если Слева Успеваю Он Может Меня В окно Не Увидеть Тогда Проверяем Он не увидит Кажется Меня Я встаю Он меня Не видит Раз И вот Последняя Клеточка Господи Да Кто Кто Царь Кто Царь Да Да Блин Просто Прям Ммм Ммм Вишенка На торте Ох Класс Класс Пять ранений Такая же Ну там Минорные ранения Из-за Мэка Из-за Первого Ну это Такая Миссия Была Сразу Раз Два Три Пака Четвертый Сектопод Потом Пятый Справа Шестой На Точке И у тебя Не У тебя 12 ходов Но как бы Все равно Сложно Да Снайперам Кстати ЕМП Патроны Прям заходят Шикарно Надо брать Потому что Мекки Тут Больше всего Доставляют Или Бронебойных Бронебойных Нет пока Ну чего Ребята Одно Ранение 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 Господи 4 ранения Артиллерийский Залп Берем Братку Не завершает Ход После У нас Вип Спасен Разведанный А Инженер Да Набран Новый Персонал И Ну копает Чего там Так Сейчас Нужно Очень 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 Быстро Лечиться Я даже Наверное Забью На все Что Есть Полечу Разведанный Не 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 Нет 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 Сколько Мне Лечиться Скажите Мне Пожалуйста Ох 6 7 9 10 11 Жесть Мне Нужно Как-то Бабло Еще Получить На Черный Рынок Слетает Скорее Всего За Разведданные Купить Блин Главное Чтоб Сейчас Никакого Хэллоу Не прилетело А Хэвика На Переучика Точно А я могу Раненых Переучивать Или Не могу Точно Хэвика На Переучику Не 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 хотя стоп полкан или купцов это титанчик не так тут револьвер мун и титан все здоровые которые не могу пока они не выздоровели так что переучивание откладывается труп копейщика щитоносца продаем нас точно новые есть хотя нет продаю сплавы ну чутка чтобы просто купить восстановление и лечить бойцов быстрее забиваем там на развед данные к сожалению медицинская помощь пошла и сканируем давайте четыре дня на 25 давайте возвращайтесь пацаны ну так еще одна никчемная граната есть восстановилась двое уже защитная матрица это наш на случай штурма показать отсек ну что им же надо перенацелить турельки можно даже улучшить и недолго недорого кстати совсем четырехствольная турель только нужно в следующем месяце обязательно это сделаем хотя улучшением моментальное мы это сможем сделать когда угодно сюда закидываем последнего свободного инжа продолжаем копать сплавы береги тут как бы выбор либо ты летишь на миссию с одним офицером там с двумя офицерами либо ты бережешь сплавы вот блин пожалуйста тебя береги блин сплавы крисолиды за 111 развед данных 258 ядовитые припасы сложным экстремально сложно откладываем экстремально сложные ученые забиваем сразу же нужно что-нибудь скорее всего бабло возьму потому что партизанской школе там как раз материалы зайдут очень хорошо ядовитые патроны или крисолиды нет крисолиды развед данный а экстремально сложно а у меня пришло только два человека из пяти раненых из четырех раненых развед данные круче бабла просто потому что ты на черном рынке в следующем месяце можешь два клёвых баф на них купить экстремально сложно ивент хреновый крисолиды мне жизнь так подпортит надо это выполнять что-то у нас психа наверное возьмем до психа берем два спица револьвер хэвик снайпер мун что ох там по одному дню ранения а я могу подождать ски скипнуть может сейчас налетят эксперты в чатике скип и будут писать просто разница между тем а можно было 12 часов на ждать на базе уже поздно кота несут давай показывай кота сейчас ребята кота несут и конечно хреново будет видно но все таки давай он не избейте ничего тут ниже ниже левее стоп правее так теперь пусть вертит мордой я вижу только нос и все и ненависти все убираю страшный кот вообще то ужас такое присниться не дай бог ладно кто у нас есть точнее кого у нас нет у нас нет штурмовика и одного гренадера нормально справимся замена есть от виденье фанды экстремально сложным а я еще с мудом что ли плечом его пресеты приплыли давай улучшение оружия тогда у тебя и так уже есть надо снять для начала было все предметы им всю броню все на разницу нет слону вместо нет оставим мы эти патроны снайперы я хотел дать м патроны тем более они у штурмовика два светошума причем светошум один даем женьке тут кислоточка а только одна граната может быть жилетик да 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 а почему не один хэвик стоп реально только один хэвик да двое отдыхают жуть граната граната ракета граната граната но страховка есть дракона говорит муну типа не точный на тип не точным или дракон это огненные зачем тогда не неважно муну одень хэви костюм будет при строке а вот это дельный совет прям вот в . броня увеличится еще правда патроны идет но бракет полезным все с богом точно все у тебя деньги то есть 18 сейчас все куплю все апдейты школе офицеров меня смущает с экстремально сложно понимаете вот реально смущает ну ловить потом крисолидов по всей карте это на протяжении предстоящих там трех миссий поехали собраться все мы можем мы можем после прошлой миссии как бы мы можем все миссия на время и не очень хорошие нужно до компа добраться добыть файл нужно ну хотя если он будет открыт и специалисты дистанционно смогут это сделать то это совсем другая история вообще нужно сосредоточиться на выполнении основной задачи но безопасный неважно что мы там никого убивать до этого не будем просто понять куда идти что делать как ломать ну да стенку ломаем восемь ходов капец ну я предлагаю быстро на этот на мост снимать стеночку тем более что здесь ноутбук лежит не вплотную вот эту стеночку снимаем и к ноутбук специалисты добираются как то так нужно очень быстро разведка поэтому я хочу сейчас револьвером прыгнуть вот сюда потому что он не допрыгнет не допрыгнет просто подходит тогда там все равно полукавр то есть мне не заметят там скорее всего архонт и милишник да уже и судя по всему слева еще пак стоит это ж не просто так тот либо мирные тусуются они это зоны тех же самых окей можем принципе их скипнуть да давай скипнем смотрим кто наверху мирные а здесь чисто ну вот и отлично нет не отлично не надо идти вперед надо подводить пацанов сюда чем подводить на полный ход и за full cover чтобы те когда пойдут на меня они меня не увидели поэтому по максимуму уходим главное чтоб справа никого не спалили никого не спалили иные подходим остальными стан последним занимает full cover лично здесь подходить не буду потому что есть вероятность что вы 10 будет пак который пройдет у меня спалят или вот здесь какой-то пак но как бы здесь неважно вот здесь вот опасно очень тем более видите все остальные отстали блин сектопод справа справа мэк еще я выхожу сразу револьвером опа внизу кого-то спалил милешный вот но я вышел уже фактически на точку с которой смогу взломать я надеюсь только вот краю в этот ход подходить не надо блин страшно как а сиктоид слева под нами я не знаю как я буду бесшумно сносить стенку в общем нет у меня планы на этот счет может я в окно даже его бы увидел мне кажется рейндж не позволил бы так вещи ломать стасис есть не забываем справа сиктоид он ломает здание поехали ой хорошо вот это как раз можно ауе накрыть и чтобы инициация еще при этом было так что выходим блин правда все на мосту полу кавер там такая жесть будет если меня ауе влетит просто будет дичь просто дичь страшно как вы бы знали надо ход подходить еще какая грязь о господи это просто одна одна какая-нибудь гренка и все и попова лятся они как карточный домик без револьвера стоит начинать вообще не стоит начинать просто в этой ситуации даже то есть подо мной один ориентировочно два пака справа где-то у в углу здания ходит сектопод прямо передо мной пак и я как бы тут у всех на виду под полу каверами как-то мне этот расклад вообще не нравится а мост не ломается вроде да кажется не ломается мы проверяли это я подождал угла подождал угла и инфы поехали вроде слева сектопод прямо сектопод справа мэг справа мэг все ладно ребят ребята пора короче что я делаю я делаю точно угол как то вот так чтобы по этим хотя бы пострелять я их инициирую гренка ориентировочно чтобы снять чтобы снять вот эту вот хрень стенку я оставлю я многих оставлю мун на overwatch ладно ты разлом остаешься ты инициируешь а у кого илюха вот олега купцова нужно еще оставлять столько народу никто стрелять нет револьвер пострелять чего пусть револьвер стреляет да пусть надо лучше так сделать там слишком много возможностей не хочется их упускать так михаил вот сейчас вот очень 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 аккуратненько там кажется стенка не ломается вот чем проблема я щас попаду просто ну где спускайся ниже 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 поворачивайся да я не вижу где там короче а помнишь там две клетки от стенки можно бомбить две клетки бомби ну вот так ты бомбишься бомби и все с богом стенки там нет двое сразу один умирает от взрыва артиллерийский залп я смогу еще пострелять этот показывает пальцем ну мы к револьверу обращаемся ревочи давай раз хорошо что я больше на выру очень оставил тут револьвера должна хватить это раз вставай вставай чё сидишь вставай говорю ревоч вставай это 2 moon покажи кто здесь о он по офицеру стреляет а милиш не как-то убивать будет слушайте а мы паки не спулили мы не спулили с вами другие паки это подарок судьбы гарантированный гарантированный давай так а можно сломать нельзя сломать спускаться вообще не хочется то есть ты спускаешься сзади тебя два пака прямо по курсу короче овервотч пока один опа с фланга обходят ну один как бы обознался вообще сразу получает крит на 10 2 милишный так это это норма это норма может разведчика доминирование сделаем давай вдруг вдруг получится все равно от женька то да от женьки сейчас толку нет я был на разведку отправил доминирование не удалось револьвер 82 блин уклоняю царапину даже таких вот обычных бросуков да я пробью до добью по титану качаться не надо уже дам титан скорее всего побежит но на следующий ход стреляем с 1 с 2 5 человек еще 2 снизу блин 4 хода так то есть мне нужно спрыгивать специалистом и ломать так давайте мирного потревожу вот зря 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 не торопись так ты мог сейчас увидеть лишнего там двое я видел кто пойдет к ним к ним пойдет мун я полагаю просто к ним пойдет мун с гранаткой снайперской винтовкой вообще гениально и дженька пойдет со стасисом то есть нужно сделать разведку гарантирован одного вырубить поэтому идет дженька раз архонт и милишник здрасте архонта нейтрализуем ой хорошо ой заберись еще не забрался но я кажется постреляю по нему да правда этот по архонту только ну что еще один ход тратим на уничтожение этих пацанов да у меня перезарядка не свободная случайно свободная так давайте архонта убьем разрывом а того уже того нейтрализуем раз уж все видят архонта да почему бы его не убить хорош револьвер критану принципе браток может фон да конечно но он отсюда может флангануть может и не стоит стать и сейчас и ход тратить нет граната тут особо не поможет в принципе титаном могу спуститься его сразу фланг это вопрос одной клетки одна клетка это может дорого стоить да и люха если что давайте все равно подходить нужно есть крита не прошу 40 коренного так ищем точку с которой будет видно нет такой точки то есть мы скорее просто спускаемся сюда если что статисом соответственно гасим давай муном сначала проверим если что он просто пойдет ой слушайте я же могу есть увидели цель визуальный контакт с целью это очень хорошо так браток теперь спокойно спускается ради киллса ну ради того чтобы не тратить статис не тратить ход добивает этого упыря пригнулись готова молодец так но еще секта секта под есть перезарядочек руч секта под где-то очень рядом ну статис вообще на секта под отсюда я смогу увидеть да должен уже там vision то открыт давайте танчик ну есть есть да у у на вы взлом перманентно увеличивается на 20 это круто такие халявные штуки сто процентов да сейчас 140 будет тех уровень а потом гремлин а потом бур и у него будет по 200 навык взлома у этого солдата перманентно увеличивается на 20 чё-то изи говорит ровно 16 символов слушай а ты попробуй как бы сам может у тебя не как бы по-другому что-то будет подкрепление на подходе а вон куда так давайте-ка я частью-то заберусь обратно особенно точными и снайперами у снайпера тоже точный просто есть и другой разряд прилетает подкрепа там солдатов вижу офицера вижу щитовика а мэк это и обычный солдат офицер обычный солдат и третий мэк но третий мэк он как бы ломается с ними конечно лучше разобраться до того как появится секта под овервочи пошли револьвер стреляет по офицеру эти прыгают вниз еще эта ошибка револьвер мажет как-то у него точность 120 130 он мажет ладно хэвики там мажут но револьвер то чего тут с пистолета мун стреляет мун попадает там правда голографическая появилась и все они на первом этаже возможно стоит сейчас почистить опять же если у кого дублирующие есть гранаты ракеты опа вот это хуже андромедон со змеей ну туда бомбить нужно конечно очень кучно встают очень кучно встают еще секта под есть так а что у нас конус есть хорошо это сразу же делаем прям сразу же скорее всего с запасом направо тут вот задачка блин тратит ли на него кислотно или не тратит скорее всего не тратить это скорее укрытие нужно убить чем и андромедона мэка я так возьму стреляем там же еще артиллерийский зал будет я смогу пашей что полезное сделать например сапресс или обычный выстрел или вторую разгренку но это уже делать не буду стасис можно сделать на обычного солдата но это не то вот тут есть ауе по технике можно попробовать титаном короче убить вот этого товарища не титаном потом титаном сделать вот так вот убить сплэшем а ты двоих заденешь не заденешь не заденешь да очень жаль такой был по ну тогда три этих трех задеть оглушение урон убьешь раз-два того мы выключим того мы не выключим чтобы выключить мы должны спускаться хорошо если без поддержки сможем ли мы андромедона убить этот револьвера много зависит в любом случае надо ставить сапресс на андромедона он тут самый опасный и меточку тоже на него может выключить все-таки его стасисом подойти то я могу да и спалить еще сектоподом вот сюда подойду и не спулю скорее всего это да да давай очень много возможностей надо мэка отключать он второго левела причем отключить мэка тот под сапрессом снайпер убьет мелочевку остается только левый офицер пока я не буду тратить это то я мэк не вписывается просто во всю эту тему он тут ничем не подавляется кроме снайпера его бы лучше вырубить чтобы спокойно избавиться от левого офицера давай 88 давай ты можешь да ё-моё ох у нас проблема 88 не делают там даже если было 95 он не низ не ломал я ой как же мне нужен этот апгрейд для бура как же мне нужны эти гремлины клама его титаном второй раз у тебя навык там выше ну ты я хотел ну да и ты хотел ну а видишь как получается потому что разряд все-таки нет разряд нерационально как раз эти и так умрут от снайпера сто процентов надо было конечно им ломать и опять 80 89 процентов не дали то есть я бы бубу говорит камеру поверни зачем стасис идет на андромидона точно ну и остается последний вроде как слева товарищ который типа может офицера грохнуть но наверное не стоит этого делать ну потому что не грохнет может вайпера лучше добить не факт что да давай лучше давай лучше вайпера добьем а то вытащить с места револьвер там опять хоть хрень сделает о лут там лут 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 ну все сейчас ходят у него двое и лава лапу муда смерть с небес будет нет у нее никакой смерти я надеюсь что револьвер убьет не только вот этого лемминга который по центру но еще что-то в церм сделать а а вот и сектопот и еще три человека капец это просто жесть так ладно сюда кислоточка туда же сразу оглушение ой какая дичь револьвер не убивает офицером сейчас тут будет стрелять с меткой по по ой хэвику уже хрень пошла зачем я сопресса на андромидона сделал если его в статис но это в револьвер должен снимать надо было сопрессить конечно же офицера и встать из того ой блин может валить отсюда сразу же сейчас приходит себя мэг андромидон и сектопод с новым паком рядом да можно их попробовать оглушить слева закрою например сектопода да какой сканер то чего чего несешь то а сколько будет отключить да это дичь просто сейчас то что сейчас происходит это форменная жизнь этом полу каверы против огромная группа ладно этот взрывается допустим вместе этот тоже погибает от кислоты это тоже погибает милишник ладно мы его переживем этого мы его заблокируем с андромидоном че делать илюху ставишь ему или у тебя у человека который станет сектопода типа чтобы сказать фигово светошум на него тогда светошум и того кто блочит и на протокол блокировки на сектопода человеком который не сломал мэка это это очень прохладная история здесь надо разбегаться братку желательно не разбегаться потому что он кидает кислоту и ставит метку нефанда может бежать может бежать может кидать гранату может собрать лут и умереть но это псих который как бы которым не нужен в любом случае отсюда надо валить потому что это слишком во первых полу кауру вторых мы вместе все окей допустим мун с ракетой ракета у муна эффективнее чем выстрел несчастный из винтовки и скорее всего он пойдет вот так даже первым если заденет еще будочку может того заденешь пожалуйста нет но с этого надо начать прям вот инфа соточка ну что он ни с кем не связан по логике есть там взрыв 6 на этого этого по дэм и жили два армора сняли а тут кстати умер дальний нет не умер он просто из-за дыма не сразу был виден так здесь у нас есть выстрел в голову сюда мы ауешкой кислотой заряжаем вот так вот все таки так понятно что дальний не убивается он дальние обычный вообще он не столь опасным все армора не осталось этот умер этот умер секта под пустой же не ориентировочно валит тут можно протокол защиты плюс мимик как первый вариант можно ауе запилить но секта пода уже ауе во нет но есть действует действует на 2 сейчас действует но это не механика андромидон слышишь но действует он все равно просто урон не нанесет тебе же оглушить его нужно туда нужно оглушить ну так и все а может это шум так все равно дезориентация будет и урон еще убедил тыка что дальше то дальше я хочу разлом попробовать а есть у меня он один ход один ход кд что делать ничего делать сначала ты револьвером стреляешь в жбан сектоподом метким глазом смотришь чтобы из этого происходит у нас же против техники у этого сейчас 1618 давай вообще урон хороший там же патроны x2 до 16 фига что делает браток на копеечку забиваем браток стреляет просто сюда 95 секта под поехали перезарядка есть халявную нету андромидона забей браток стреляет живет сектопод сушки на него же кислота еще подействует над на троечку ладно тут ориентировочно мы отступаем и кидаем либо мимика либо мы кидаем оглушение на двух потенциально опасных а здесь слон добивает сектопода но тоже отступает или не отступает он кидает скорее протокол защиты на титана на которого побежит на которого побежит милишник и который ранен и делает протокол нападения на сектопода снимаю у него до трех хитов и соответственно он от кислоты далее гуфница в начале своего хода 3 хита остается кислота кажется минимум 3 отнимает но конечно хотелось бы убедиться в достоверности этой информации это уже не сделать мне и можно перестраховаться гренка и авамарию убить а что титан стан подходит ближе под фулл кавер кидая того я на тех или кидает мимика если бы я знал вероятность срабатывания оглушения то есть я использовал только один раз они стабильно дезориентируются и могут быть оглушены из ориентации меня в принципе тоже устраивает подлагивают говорят о это у меня интернет ребят ссоре это мне интернет дропы пошли нет несколько кадров потерянным давайте я сделаю стоп-старт уменьшим битрейт должно быть лучшим все вроде ре и дропов нет пока что я хотел сказать что у титана есть выбор либо он кидает мимика либо он пытается оглушить скорее всего будет оглушать потому что там дезориентация урон и вероятность оглушения плюс он еще скорее всего мэка убьет поэтому титан побежал за фулл кавер раз на нем протокол помощи он пытается закинуть сюда помог там достаем же достаем верхнего решил проверить вдруг там достану не достаю поехали лучше оглушение конечно ох мэк минус там 5 урона дезориентация только так остается не фанда который может убрать секта подам но он вроде как сам убирается но в любом случае нужно отходить чтобы не было ауе и наверное е я и подойду господи куда же подходить то я не хочу гренку закидывать хотя секта под нет лучше 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 добить ребят лучше добить секта пода хотя может лучше этого убить 62 61 нет лучше без секта пода честное слово мало ли что не подействует до под копейщика я тоже думал про копейщика но у нее во-первых армор и много хп она более привлекательная цель чем там тот же самый титан который справа так что пусть под копейщик опять советы не подставляю под копейщиков копейщик добежит до любого из тех людей кто не на мосту вот и все очень не подставляя под копейщиков подставляя не подставляем все равно добегая тот вопрос выборе человека который по которому будут бежать на которого будут бежать и сколько у него хп подставил под копейщиков он видите куда добегает эксперты блин андромедон бежит блин надеюсь ты ничего такого страшного нет нету стреляй ой 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 полу кавер у него дезориентации но опасно хух все мой ход иди к чертам чего вот хочу взять не дроп сейчас нет женька оббегает элитного солдата ей больше не больше целей других нет это раз андромедона можно убить если снять так перезарядка свободно это раз если снять укрытие надо копейщик еще избавиться сейчас наверное мимика надо делать кем-то бежать вперед за лутом и кидать ему там мимика павел белов мочит копейщиком не не мочит копейщиком также посмотрю у нас по статистике хотя бы что такого интересного что вижу на графиках да пошло в разнос конечно никого на связи нет в конференции это косяк эльдар ты не здесь не слушаешь случайно меня а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...